друзья всем доброго времени если меня видно если меня слышно дайте мне обратную связь 10 баллов если все у нас замечательно все хорошо меня слышно видно 10 баллов 10 сейчас я настроен нашу камеру так очень хорошо 10 баллов если все хорошо всех рада очень приветствовать как а теперь поставим 10 баллов если все хорошо всем доброго вечера как нас их встретила так на замечательно очень хорошо все слышно все видно очень хорошо ну что мои дорогие я рада вас приветствую сегодня будет интереснейший вечер сколько часов пройдет в нашем исследовании самого себя я не знаю это может быть два часа может быть больше может быть меньше хотя вряд ли но время бежит кто часто приходит на мои вебинары знает что как одна минута как может быть полчаса незаметно так интересно что не хочу не хочется расставаться поэтому мне сейчас хочется узнать кто приходит ко мне уже не первый раз пятерочка на мои открытые вебинары десятка это мои участники моих давайте семерочку это участники моих курсов тренингов и единичку те кто пришел первый раз случайно забежал поставьте пожалуйста чтобы я знала у нас какая аудитория сейчас включу прямой эфир сделал в контакте так очень хорошо мы рады приветствовать всех тех ребят который пришел первый раз очень хорошо замечательно ну вот по себе вот тут у меня на сваднике написано я в процессе нашего сегодняшнего разговора расскажу о себе немного чуть попозже сегодня у нас интересная встреча по теме метфорический кар с помощью них мы будем с вами гармонизировать ум душу и тело и собственно говоря вынимать те ограниченные программы установки которые в нас сидят помимо этого мы с вами будем обязательно считывать информацию учиться считывать информацию из пространства как это делал тесла да винчи и все прорицатели и плюс конечно те люди которые изобретали какие-то новые интересные механизмы ну и прочие какие-то вещи и так мои дорогие сегодня будет интереснейше увлечь увлекательное нас с вами путешествие в мир метафорических карт я рада рада всех кто к нам присоединился значит давайте мы сейчас с вами посмотрим нашу программу сегодня сегодня у нас первый день будет всего три дня три дня на подряд три дня сейчас эту прямую трансляцию включен у нас у нас будет три дня на подряд значит три вебинара по метафорическим картам сегодняшний день у нас на тему где брать ресурсы энергию силы куда она уходит в конце занятия у нас будет разыгрываться безоплатное место на курс маг кто у нас уже заявку отправил собственно говоря мы будем разыгрывать ее и два счастливчика получит через мой канал информацию о своей какой-то серьезной правой проблемы для ее решения это может быть все что угодно здоровье отношения деньги предназначение главное сейчас поставить запрос мы это с вами сделаем сгенерируем правильно можно сказать формируем наш запрос во вселенной запись конечно будет у нас обязательно подписывайтесь на наши рассылки и вы обязательно все получите сегодня у нас модератор дима дмитрий чекляцов и я попрошу вас всех соблюдать здесь некие правила наши правила посторонние ссылки бросать нельзя бан без без предупреждения ругаться матом и какие-то прочие такие знаете неприятные высказывания в чей-либо адрес неважно это то ли это наших участников то ли это спикера тоже собственно говоря бан у нас есть определенные правила и здесь очень важно их соблюдать зачем это нужно сегодня вы мы тоже узнаем почему очень важно быть в позитиве в радости и собственно говоря относиться друг другу под доброжелательно и так мои дорогие значит два счастливчика разыграются у нас уже присылали люди у нас очень много заявок на вот эти на этот розыгрыш в конце и еще вас ждет очень приятный сюрприз пока не буду вам рассказывать в конце вебинара вы его обязательно узнаете и так мои родные мы идем дальше сегодня первый день увлекательного путешествия в мир метафорический карм значит сейчас я переключаю следующий слайдик да сюрпризов на самом деле будет больше даже чем вы ожидаете а ну вот здесь еще слайд по поводу второго дня второй день завтра в 19.00 тоже также поднятие самооценки собственной ценности но все это мы будем делать с вами по метафорическим картам и третий день это у нас пятница что поможет решить самую большую проблему и 11 числа открытый урок закрытого курса по метафорическим картам даже не курс это больше тренинг и так значит мы идем с вами дальше и сейчас я хочу рассказать вам об одной интересной штуке все кто прямом эфире смотрят контакте я всем рада приветствую тоже вам посылаю сердечки друзья мои я рада рада что вы с нами и так мои хорошие мои дорогие значит смотрите есть такая штука давайте сейчас переключу слайд как поле мастера кто об этом слышал слышал напишите пожалуйста поставьте плюсик поле мастера и что она собственно делает и минус кто не знает что это такое и пока кто-то пишет пока кто-то смотрит обязательно сейчас возьмите ручки обязательно возьмите какие-то блокнотики тетрадки потому что с метафорическими картами нужно работать только в тандеме с этим набором иначе вы все самое ценное все вы просто-напросто мимо уши мимо своих осознаний все это пролетит поэтому все очень важно записывать ручки и блокнот обязательно сегодня только это вводный какой-то вебинар все мои вебинары кто ко мне ходит очень часто знает что это чистая практика очень полезность здесь всегда мы имеем какие-то конкретные результаты то есть это действительно три дня посвящение тому что вынуть какую-то или ограниченную установку и узнать ту информацию которая была скрыта до какого-то времени от вас вот сегодня есть возможность эту информацию узнать здравия здравия всем друзья мои да на меня поле мастера влияет очень слабо в один пишет ну это опять же какие установки и смотря если вам надо чтобы она влияла она будет и здесь нужно главное разрешение если же ну то есть и да мы или разрешаем или не разрешаем это вот да на меня влияет слабо соответственно это вот опять же вот да под какие-то задачи нужно или не нужно это выбор каждого человека и так что такое поле мастера наверно ну очень многие кто сталкивался с такой интересной задачи когда вы залазите в компьютер и что-то там случилось у вас в буквальном смысле там какая-то неполадка вы начинаете вроде и то делать и это ничего не получается вызывайте какого-нибудь специалиста который вроде как в этом разбирается это может быть действительно профессионала может быть какой-то ваш близкий кто в этом разбирается как только вы начинаете значит то есть как только он приходит садиться за компьютер и что происходит мои дорогие кто мне первый расскажет а ну расскажите пожалуйста да вот пишет сейчас у нас пишет наташенька с вами прям волшебство получилось я несколько дней назад и вечером подумал о метафорические карты что очень хочу узнать как с ними работать а на следующий день пришло приглашение на ваш бинар супер но ничего просто так не бывает друзья мои пространство работает и она вибрационно вот как раз поле мастера это очень похоже на это как раз такие чудеса сейчас подождите да 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 и вот у нас в чате вк тоже говорит работает так вот уже начинаем банить друзья мои берегите себя свою карму у нас есть правило и какие-то ссылки здесь сторонние посылать нельзя еще раз вас предупреждаем и так дима убери пожалуйста ссылочку берегите свою карму друзьям а когда вы нарушаете некие правила какого-то определенного сообщества то вселенная чем быстро реагирует на это и так мои дорогие значит пришел мастер сел за компьютера и у чудеса начинает почему-то он сам работает на вас смотрят тогда что собственно говорят и вызывал меня ну вот у кого так было поставьте плюсик угу далее алена пишет поле мастера пространство настраивается налаживаться точно мои дорогие будет возможность пишите обязательно большим раскладом не будет легче читать абсолютно верно то есть вибрации человека эксперта мастера в чем-то это неважно это не только может быть компьютерный где мастер это может быть все что угодно очень часто мужчины говорят которые сталкиваются с такой задачи как поломка машины приходит в мастерскую слесарь только подходит да и собственно говоря там все чудесным образом выпрямляется боится не наговорит ну уж может и побоится они иногда вот так пригрозят дает тебе щас начинает работать на самом деле это поле поле работает поле работает которое вибрации вибрации этого человека выпрямляют определенные неровности те вибрационные которые есть вокруг и если например задача какая-то легкая то она выпрямляется собой если конечно серьезно какие-то задачки то соответственно тут нужно прикладывать еще какие-то усилия помимо до этого поэтому что это значит например в нашем сегодняшнем с вами дне вы пришли сюда вы активно начинаете работать кстати все кто начинает активно работать вот вам вселенная помогает вам эгрегор помогает нашего данного сообщества эгрегор это полевой социум собранный из душ вот здесь у нас таким образом у вас происходит само выправли вы при выправлении тех задачек которые у вас есть если мелкие они сами как бы не то что решается у вас понимается осознание как это сделать как решить о поп я понял инсайт озарение и собственно говоря действительно от вашей спокойной реакции это еще тоже плюс к этому зависит решение этой задачи поэтому вот очень важно просто расслабиться получать удовольствие от нашего общения от нашей работы и собственно говоря разрешить себе чтобы ваши чтобы были изменения наверняка вы пришли именно за этим хотите чего-то очень хорошего и позитивно в своей жизни всех приветствую мои дорогие да шикарная шляпа вот я решила сегодня в шляпе тоже неординарный какой-то подход к сегодняшнему дню итак друзья мои насколько вам актуальна сегодняшняя тема насколько актуально звучит для вас такой вопрос почему вам ну то есть во первых давайте насколько актуально 100 баллов вот мне не хватает энергии 100 баллов это вот совсем на грани 0 баллов все хорошо бегаю козочка или там ланью в общем все замечательно все хорошо 0 баллов все хорошо у меня 100 баллов нехватка то есть вот прям вообще критическая какая-то мы от обратной будем с вами делать и не просто так писать цифры ага так и вот сейчас мы посмотрим насколько кому хватает и не хватает ух ты ура из аж 38 четкая цифра вот это как интересно как вычислили 50 70 вот смотрите достаточно большая такая интересная нехватка но ноликов пока не год вот у нас даша даша 20 это великолепно это шикарно дашенька я поздравляю это имеется ввиду общий фон то есть понятно что у нас всегда есть какая-то нехватка то вниз падает то вверх да вот но это ваш общий фон как бы насколько вам здесь не хватает по жизни да вот постоянно какая-то постоянное состояние такой знаете сомнобулическая на автопилоте еле ноги перетаскиваю ага в общем все хорошо но есть небольшие заморочки так вот олечки еще 20 ну очень вот на смотрите буквально малом народу так так ну что очень хорошо это мы для себя диагностику делаем кто взял уже ручки кто взял бумажки лучше блокнотики потому что писать будем много пишем пишем настя пишет вот когда как но 30 по настенька пишет у нас в к так очень хорошо мои родные значит смотрите что мы делаем единство что вот кто в к сейчас сидит вы не будете видеть кран крана я буду картинки но тогда в интернете будете работать кто-то по телефону то есть нормально так леночка мне не хватает энергии чтобы доводить дело до конца и у люди постоянная еле зашла все отлично я рада что вы с нами энергии не хватает ну это действительно сегодня одна из самых больших тем энергии и вообще кстати все войны велись за энергию за ресурсы за ресурсы и в том числе энергия энергия это самый большой ресурс на тонком плане ведется борьба можно сказать условно я это называю потому что на высшем уровне дуальности нет зла с добром зло оно охотится ну деструктивные силы более низшего уровня сознания они охотятся за человеческой энергией все делают для того чтобы ее собственно говоря и получать немножко мы затронем эту тему совсем немного потому что большей степени я хочу чтобы сегодня попрактиковали поработали поняли что такое метафорические карты как с ними работать и как помощью них решать любой вопрос и так значит почему же вам не хватает энергии по жизни куда она уходит первый вопрос напишите единичка и ответ значит почему не хватает как вам кажется куда она уходит кто ее забирает может быть второй вопрос где взять ее в достатке это третий вопрос как ее удержать вот напишите ответы на эти вопросы а света пишет как узнать хватает ли мне энергии нет ну мне кажется это здесь если вам не хватает вы точно это узнаете по сути своей у вас будет еле ноги перетаскивать будете все время спать хочется да вроде и поспал и поел одно дело не досыпь второе дело не доел там много работаешь понятно да это как батарейка разряжаешься а тут ты все время разряженный как будто знаете вот на последний вот знаете хорошая аналогия свою энергию сравнивать с батарейкой телефона то есть как будто у вас там осталось там не знаю 20 10 процентов заряда и вот вы в таком состоянии все время ходите и набоюсь что она в прошлом воспоминания отлично вот сейчас то что вы пишете во первых в потоке в поле мастера и в нашем эгрегоре вот у нас уже больше 200 человек у вас начинается идти инсайт озарение моя душа и моя специализация души она отвечает за озарение в первую очередь то есть работа с сознанием и глубинным подсознанием то есть с этими двумя вещами вот и сейчас мы вроде как в сознании но сейчас потоки мы все здесь и у нас идет можно сказать подсоединение к информационному полю и через ваше подсознание и собственно говоря все что вы сейчас пишите это наиважнейшая информация для вас вы записали сначала сюда и записали к себе блокнотик хорошо так улина давление низкое часто спать хочется ну сейчас вообще кстати сезонный такой переход с лета на осень то было солнышко солнышко то теперь у нас стало что осень это естественная такая даже называется она весенне-осенне депрессия да когда вот эти переходы есть особенно люди с психическими отклонениями чувствуют уже знаете такой дисбаланс у них и говорят обострение собственно говоря мы тоже чувствительно да хандра есть такое уже мало становится свет и сейчас все больше зимой нам будет этого не хватать и соответственно здесь тоже мы таком на автопилоте большая часть населения будет ходить вот это тоже собственно говоря туда же так Настя КВК пишет что энергия уходит когда ум заморочен чем меньше думаю тем больше энергии остается когда негативных эмоций ага очень хорошо да 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 Настеньке большая благодарность что пишет ВК очень хорошо так здесь у нас в чате ребята пишут не могу найти занятие для души которое бы меня наполняло вот какие молодцы мы очень здорово наполняемся энергией именно от нашего какого-то любимого дела от женщины наполняется энергией от какого то увлечения То есть что вам нравится это любое хобби какое-то и в хобби что нравится плюс еще это творчество творчество значит любой вид тоесть не важно это мужчина женщина это вот все что мы творим с радостью с любовью это тоже набор энергии Но мы чуть попозже тоже обговорим, куда основная энергия наша сливается. Так, что-то со звуком. Ну, основная масса, я так понимаю, слышит хорошо, правильно? Если плохо слышали, тогда бы они... Вы тоже все хорошо, друзья мои. Оставьте 10 баллов. Так, да, прибавьте в себя. Нет любимого дела. Да, со звуком отлично. Ну, все, значит, личные какие-то задачки. Значит, еще был такой момент. Пьем много кофе и чая. Тоже такая штука есть. Потому что сначала мы себя стимулируем вот этими, да, как это называют, знаете, лошадка вот идет в своем темпе, да, везет чего-то. И тут ее подстегнули, да, она бежит какое-то время быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Это вот, по-моему, подстегнули кофем-чаем. Потом хоп, язычок на бачок, отдыхать-то надо, и она потом валяется лежит. То есть, собственно говоря, столько же времени проехала, только там быстро, тут медленнее. Приходится отлеживаться. Ну, вот, например, на меня кофе уже давно действует плохо. И я, собственно говоря, его уже давно пью только по большим праздникам в компании с хорошими людьми, единомышленниками, близкими. Ну, для того, чтобы как-то улучшить вкусовые рецепторы. То есть, побаловать как раз, да, потому что на планете Земля здесь, когда еще побываешь, и такой вкусняшки все-таки иногда хочется. Ну, вот так. Так, молодцы, молодцы, хорошие ответы. Так, ВК тоже все хорошо слышно, я очень рада. Так, давно слез кофе и чая, а перешел на цикорий. Да, да, травок много, сейчас очень иван-чай, всякими добавочками, всякими корешочками, всякими сухофруктами, вот абрикосики всякие завариваю. Я вообще это называю, знаете, смешно так, прихожу куда-нибудь и меня спрашивают, а как вы будешь чай? Я говорю, ленинградский, это какой? Я говорю, блокадный. У меня кипяточек, но пополам с водой, и вот так вот я пью чай. Ну, это в основном. Да, 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 так, очень хорошо, обожаю кофе, я тоже люблю. Знаете, оно пахнет лучше, чем его пьешь. И вот мимо кофейни проходишь, особенно в Москве, когда гуляешь, пахнешь, ну, булочки какие-то, ну, это волшебство. Иногда себе полуешь, конечно. Так, ага, и так, мои родные, молодцы, молодцы, цикорий кому идет, да, очень полезно, Петя. Ну что, здорово, мы определились, определились приблизительно, значит, откуда, это мы с сознанием с вами. Вот эту проблему, как бы сейчас скрыли, откуда сливается энергия, да, почему ее не хватает. Ну, есть еще какие-то, значит, наши подсознательные программы, есть какие-то другие каналы информационные наши, которые знают гораздо больше. Сейчас, ага. Друзья мои, видно меня 10 баллов, все хорошо, если, давайте, иногда, да, выбивает, нормально, народ прибывает, эгрегор, у нас все ширится. Я здесь, да. Да, вот еще, кстати, пишут, очень много энергии уходит на негативные места. 10 баллов, 10 баллов, ой, 100, 100, 1000 баллов поставьте, если вы готовы выйти из круга безысходности. Да, Настенька пишет, 1000 баллов, готово. Сейчас должно быть, обновите страничку, если все хорошо, если вдруг не видно. Так, 1000, отлично, молодцы. Итак, мои родные, значит, что я хочу вам сказать. Это заявление, как я говорила, во Вселенную, да, о готовности, о готовности, о нашей готовности жить по-другому, жить в тандеме со Вселенной, жить в другом состоянии мышления. Это вы знаете, что сегодня, в сегодняшнее наше время, оно подталкивает нас к другому сознанию, более духовно-нравственному, совершенно другому взаимоотношению, друг с другом и со Вселенной, да, с теми силами, которые ведут нас по жизни. Поэтому здесь совершенно уже другие принципы взаимодействия происходят у нас со Вселенной. Итак, и как раз я даю систему, которую давным-давно я уже сделала, опробовала на множество своих последователей, учеников, студентов и тех, кто приходит, и, как я говорю, проходит мои ворота, даже не приходит, проходит мои ворота, ворота тех знаний, которые я даю. Эта система уже давно опробована. То есть, что это за система? Это когда вы в ладу живете в гармонии с самим собой, с окружающим миром. На самом деле, сейчас многим людям не хватает именно этого. Я тут в прошлом году была в конце года в Турции, и там, значит, у нас был бизнес-форум, мам, мы съехали, значит, девочки со всех там уголков, и, значит, ну, у нас нетворкинг такой был очень интересный, очень хороший. И там, вот мы настолько светились, настолько мы были в радости в таком состоянии гармонии, вот этой, от нас фонила, знаете, вот этим светом огромным, большим. И, значит, там сразу, моментально, в первый вечер к нам подсели, значит, один мужчина, потом второй мужчина, говорит, девочки, а можно с вами посидеть? Я говорю, да, пожалуйста, да. А куда ты мимо проходил с коктейлем, немножко выпьемший? И вот, значит, он так к нам прицепился, ну, в хорошем плане, он такой нехомоватый, то есть, ну, просто увидел, услышал, то есть, русскую речь и, в общем, захотел посидеть. Так вот, он с нами перемещался, мы по отелю там закрыли, мы в одно место, он в другое место, мы опять, ну, другое, он опять за нами, как хвостик такой, один и второй. Вот, и потом он сидел, не изливался, ну, в поле мастера, вот он сел, как, знаете, как прилепился и начал рассказывать о своей жизни. Значит, у него все хорошо вроде, когда у него хорошая работа, он на государственной должности, очень высокой. Значит, у него семья, жена, у него ребенок, значит, папа там тоже в структурах, значит, свой бизнес у него здесь, все хорошо, дорогой, дорогой. Он, да не один, машины очень дорогие, все так, он сидит, говорит, все есть, но гармонии нет. Знаешь, вот сидит, вот так и бьет, да? Именно вот в большей степени людям этого не хватает, вот это внутреннего состояния. Мирочка, привет, рада, ты уже на Кипре? Мирочка ко мне приезжала с Кипра, так рада была, и моя тоже студентка, и уже моя единомышленница, так здорово. Да, 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 благодарю вас за то, что вы говорите, что шляпка какая шикарная, интересная и радостная. Да, вот такая она яркая, здесь на фоне таком. Так вот, мои родные, все люди здесь, кому, кстати, хочется гармонии? Давайте, вот сколько баллов оцените в гармонии, хотите пребывать в гармонии? Или, может быть, вы уже в гармонии, то есть у вас всегда все хорошо, все у вас замечательно. Так, 99, то есть есть гармония? Да, 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 отлично, очень хорошо, замечательно, мы готовы. Так, дома мира, переехайте ко мне, я с удовольствием, мне как раз тоже тут, как раз в Грецию приглашение сделали, но там где-то рядом, Кипр. Здорово. Так, ну готовы, очень хорошо. Так вот, друзья мои, как раз моя система образования, то, что я даю, она человеку легко, свободно, за очень короткий срок, она приводит к состоянию гармонии. Гармонии с собой, с окружением жизни, с окружающим миром и людьми, со Вселенной. Вы слышите свое внутреннее я, глубинное я, душу, наставника, духовного, как я это называю, ангела-хранителя. То есть вы как бы в единстве со всеми, это очень важно в нашу эпоху водолея, вы это все знаете, да? Итак, мои родные, значит, что же я хочу сказать, что я не всегда, кстати, я всегда в таком состоянии пребываю, в состоянии гармонии, баланса, спокойствия. Что бы в моей жизни ни произошло, у меня всегда хорошо. И это залог того, что как раз у меня не сливается энергия в низший астрал. Туда, откуда нас качают, где бросают, откуда бросают нам, раздражают нас для того, что бы мы как раз через негативные мысли, через наши раздражения, через ненависть, через обиду, все это отдавали деструктивным силам. Когда-то я тоже была в дисгармонии с собой, с окружающим миром. Так, друзья мои, значит, Дим, по ссылочкам смотри. Друзья мои, берегите свою карму, еще раз напоминаю, чужих ссылок здесь кидать нельзя. Это же не тенечка наша, правильно, Дим? Баним всех сразу. Есть правила определенные, все их знают. И я напоминаю, очень вас прошу придерживаться этих правил. Потому что, я всегда говорю, берегите свою карму. Особенно, когда вы с эзотериками общаетесь, с теми людьми, которые на более высоких уровнях, те я и планы общаются с высшими, то тут происходит этот кармический бумеранг очень быстро. Поэтому берегите свою карму, друзья мои. Есть правила, соблюдайте. И мы вас спросим об этом. И будет низкий поклон, если вы это будете делать. Итак, мои родные, когда-то до 40 лет, наверное, пораньше, где-то вошла я в состояние баланса пораньше, где-то в 35 лет. Это было очень давно. Живу давно на белом свете. Так вот, когда-то мне тоже жилось очень плохо. И не так просто у меня все складывалось судьбе. По судьбе я в будущем буду рассказывать, даже делать марафон. Об этом лично на моих событиях, выстроенных марафон по отношению мужчины и женщины. Но я хочу сказать, что я тоже была когда-то в состоянии не только депрессивном, но еще, можно сказать, близка к... То есть была на грани жизни и смерти. То есть у меня был точно первый суицид, меня спасли. Второй суицид, но близкая к этому была. То есть мысли были, не сделала это. Но вот прям вот еще полшарочка это бы было. Кстати, у кого такие были такие вещи в жизни, поставьте единичку. Кто был тоже на грани. Ну и у кого никогда не посещали такие мысли и у вас все было хорошо. Ирочка, привет. Привет, Савич. Так, и сейчас посмотрим тоже статистику. Кто был. Кстати, кто был, кто сейчас, может быть, а единица с плюса. Чтобы тоже было понимание. Возможно, тоже вам придет какое-то осознание, что пора туда выходить. Так, очень интересно сейчас статистику посмотреть. 19 лет. Так, никогда не посещали. Ну, где-то половина на половину, наверное, да. Ну, вот 50%. Ну, так, приблизительно, да. Мы смотрим здесь те, кто поставил здесь цифры. Приблизительно половина на половину. Было на грани 14 лет. Так, так, так. Очень интересно, очень хорошо. Так, воздействия черной магии были, да. Были мысли на бездействие. Так, ну вот, замечательно. Хотя бы посмотреть статистику общую. И как раз я сама своими силами вышла из достаточно серьезного дна. Я подняла с него и потихонечку-потихонечку начала разбираться с... То есть, это меня подвело к духовному росту. Вот так скажу. То есть, все нам зачем-то нужно. Все нам во благо. Это подвело к духовному росту. Это, естественно, заставило читать умные книжки. Это заставило расти. Да, вот Настя пишет. ВК мысли посещали, но я старалась выбраться. Ага, по жизни я человек позитива. Так, очень хорошо. Настенька вообще молодец. Таким образом, друзья мои, нас всегда подводит это к чему-то. Да, к какому-то росту личности, в первую очередь, к духовному росту. И, собственно говоря, меня так и подтолкнуло. Я начала изучать высшие законы космоса. Я начала изучать потом, после того, когда я их много, хорошо изучила. Я поняла, что вообще так здорово. Не обижайся. Люби безусловно. Принимай тотально всех. Будь всегда спокойнее. Спокойствие и гармония. Это получается, да, вот ну как. К доктору придешь. Доктор, скажите, пожалуйста, у меня вот здесь чешется. Доктор вам скажет. Не чешитесь. То есть, вселенские законы говорят. Не чешитесь. А как же, собственно говоря, нам это сделать? Вот как раз все мои методики, в том числе методические карты, они дают вот этот метод. Как нам не чесаться, а наоборот, знаете, чесаться. Если еще чесаться, то чтобы чесаться по чуть-чуть, приятно, и чтобы это было грамотно. Сейчас, собственно, видите, телефончик. Боливар дворих. Вот. И вселенские-то законы я изучила. Думаю, а как же, собственно говоря, применить-то все вот это? И я пошла после 40 лет, когда мне уже было как раз, перевалило, можно сказать, за такую хорошую серединку, я пошла изучать психологию. Потому что мне очень нравилось кому-то давать какие-то советы, рекомендации, помогать людям. Я пошла туда. Все случилось в буквальном смысле. Да, вот правильно, сейчас Настенька пишет в ВК. Сейчас прочитаю, а то улетит. Суицид ничего не решает. Мало того, он усугубляет. Да, если кто верит в реанкарнацию, даже если кто-то не верит, кстати, многих останавливает. Я сколько раз так останавливаю. Я говорю, хочешь суицид? Ну, бывает, знаете, суицидников, они же много не говорят о людям. Они если делают, они делают молча настоящие. А кто кричит на право на лево, как правило, они хотят привлечь внимание. И иногда с ними, вы знаете, отрезвляет более жесткая такая позиция. Говорит, хочешь, давай. Ну, я как регрессонок, я знаю, что с человеком, с душой человека происходит в этот момент. Там показывают нам, да, и в буквальном смысле, как только человек уходит из жизни, он тут же, хоп, и понимает, о чем он сделал. Да, о чем он сделал. Он понимает, что теперь все пойдет по кругу. Его опять в новое воплощение, опять в худшие условия его поселят. И все начинается сначала. В те же мучения. То есть от чего он убегал, будет то же самое, но может быть даже еще хуже. Вот. И это людей, то, что начнется все то же самое. Знаете, как это в круге ада, это останавливает на самом деле. И поиск идет, решение. Так же, как это выбраться. Так вот, мои родные, значит, я хочу сказать, что есть очень простые способы, как решить любую задачу. То ли это вот такое состояние депрессивное, то ли это состояние нехватки сил, то ли это плохие отношения, нехватка денег. Ты не знаешь, куда пойти, выбор какой-то сложный. Все это нам помогает. Моя система, одна из них, это метафорические карты. И сейчас вы мне расскажите, кто же с ними хоть раз работал. Кто знает, что такое метафорические ассоциативные карты, поставьте 5 баллов. 5 и плюс работал, кто знает. А кто ни разу не работал, нолик поставьте. И сейчас, пока вы ставите, мы переходим к следующему слайдику. И мы сейчас с вами отправим запрос. Первый раз услышали. Ой, друзья мои. Ну, конечно, это чудесный инструмент. Кто с ними соприкасается очень плотно, кто с ними непосредственно работает, особенно в тандеме с оператором, потому что, когда самим ты работаешь, не всегда все получается. Благодарю всех ребят, которые в ВК пишут. Я всех вас приветствую, мои родные. И вас тоже, мои хорошие. Но это волшебство. То есть вообще не понимают. Вообще не понимают. Амира говорит, забыл у себя их купить. Ну, значит, я тебе их привезу. Подарок. Хорошо. Ты только скажешь мне, какие. Ага. Так. Сожалею, вызываю родных зависть, ненависть. И это у меня выбивает из жизни энергии. Вот. Очень хороший запрос. Молодцы. Значит, прописываем сейчас в реальности запрос. То есть мы пишем, значит, по вот этому, да. Вот сейчас каждый пишет, что вас интересует на данный момент, да. И действительно ведь, неважно какой запрос. То ли это отношение, то ли нет денег, то ли вам, да, какая-то у вас конфликт. Что-то, все это отбирает энергию, да. Мы уже поняли, что все. Когда идет вот эта дисгармония внутри, когда идет состояние нерешенности, да. Вы не знаете решения. Это и есть вот это вот терзание, что, как быть. Это метание даже, да. Вот это метание души, ума и тела. Там всего все мечется. Такой некий хаос в голове. И как раз идет вот это состояние утечки энергии. Это самое-самое-самое главное. Главное. А вот карты, что делают, ты сейчас чуть попозже, я как раз расскажу. Итак, значит, пишем запрос. Мерчика, я тебя тоже обожаю. Ты такая классная тебя. Как я его. Хорошо, что тебя увидела. Здорово. Сашеньке привет большое. Так, как купить, как-то, как купить, позже научите. Да, конечно, да. Итак, мои родные, значит, пишем запрос. Пишем вселенной или ангелом-хранителем, или просто, не знаю, вот как вы их называете, вот туда во вселенной. С кем общаетесь, тому и пишете непосредственно. Я всегда рекомендую вашим личным духовным наставникам. Я их так называю, кто-то называет их ангелом-хранителем. То есть у каждого у нас прикреплен то ли по одному, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то подмиссии очень много. Целые, можно сказать, в корпорации работают на этого человека. Ну, потому что здесь ему нужно сделать какие-то большие задачи. Соответственно, один отдел отвечает за одно, другое, другое. Так, Катеньки, вот бамы, это первое, во второе карма. Сейчас вот вселенная, еще раз говорю, у нас здесь определенные правила. Катя, я не Катя, я не знаю. Ну, вот Катенька, если сейчас слышит, берегите себе свою карму. Вселенная очень быстро сейчас реагирует, да. Люди сюда приходят под определенный, ну, под запрос, да. Собираем мы людей, затратим на это средства, вкладываемся силы, энергии, ресурсы материальные. Вы приходите и паразитируете на других людей. Это Вселенная отметит как минус к вашей карме. Сколько? 100, 200, 300 тысяч возьмут, не знаю, но возьмут в ближайшее время. Поэтому, еще раз говорю, дорогие мои, берегите себя и свою карму. Выполняйте те правила Вселенной, мироздания, в данной комнате они у нас такие, и будет вам счастье. Все несчастья у человека происходят из-за того, что они не знают правил, по которым взаимодействуют с ним мироздание, да. Именно вот нарушаем, и тут же нам прилетают, да. Все, что с вами происходит, это вчерашнее пирог, которое вы испекли. Так, переписываем текст. Можете, не то, что переписать, не надо, вам нужно хотя бы запрос свой. Давайте запрос напишем. Вот у нас как раз был, не помню, кто из ребят написал, да. У меня, значит, есть сложности с подношением, с близкими и сливаются энергии. То есть вы что хотите узнать, здоровье ли у вас волнует, да. Вот любой запрос, который вас интересует. Только большим раскладом пишите, друзья мои. Переписываем текст один к одному. Не обязательно, можно и своими словами. Вы запрос напишите. А мы сейчас с вами технику сделаем. Так, Олечка, а можно запросить, почему не могу разрешить объем денег расширить? Объем можно, можно. Тема обширная про деньги, но можете включить это, да. В чат писать. Для себя главное напишите, можете в чат. То есть куда по моему вопросу, например, вот у меня волнуйся я о деньгах, куда она сливается, да. Так, очень хорошо. И кто готов, сейчас мы что делаем? Мы с вами, после того, как вы напишите свой запрос, мы с вами... Кстати, если не понимаете, вот какой вопрос вас наиболее всего волнует, вы просто вот, ну, куда сливается энергия. Вот поэтому, да. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы сейчас закроем глазки буквально на несколько парочек, даже минуту, а где-то секунд. И спрашиваем себя, нужно ли мне делать эту технику. И начинаем слушать себя. Это очень важно. Почему? Потому что когда вы сейчас будете внутренний голос слышать, да, нет, то, соответственно, вы так учитесь слушать себя. Закрываем глаза и задаем вопрос, нужно ли мне делать эту технику. Если нужно, да, если нет, нет. Если не знаем, ответ не приходит, то берем ответственность на себя. Так, очень хорошо. Так, отлично, очень хорошо, молодцы. Внутренний ответ, да, очень хорошо. Значит, мы начинаем делать. Итак, что мы с вами делаем? Мы с вами опять закрываем глазки. Если страх есть, не надо делать. Если да, вот просто смотрим, кто у кого чего получается. Уже страх вылез, уже что-то сработает с подсознанием, страшно. Не надо. Оставим пока этот вопрос. Итак, очень хорошо. Значит, закрываем глаза. И я вас попрошу закрыть внутренние глазки. И... Так, сейчас слышно, но все хорошо. Закрываем внутренние глазки. И сейчас мы с вами представим, что перед нами есть стол. Я не знаю, он старинный. Слышно ли меня? Поставьте еще раз 10 баллов. Все хорошо. Девочка, напиши, чтобы обновились, если что. Да, хорошо, все хорошо. Давайте. Значит, нам нужно было еще подготовиться. Это тоже знаки. Это тоже знаки для нас. Хорошо. Главное, спокойствие. Это очень важно. Да. Так, и так. Мы с вами закрываем глазки. Мы с вами сейчас начинаем закрывать внутренние глазки. И я попрошу вас представить стол. Стол. На нем бумагу. Там есть ручка. Я не знаю, какого она вида. Старинная. Или какая-то современная. И сейчас вы начинаете писать. Вселенная или Ангела-Хранителя. Помогите мне увидеть причину моего слива энергии. Через метафорические карты сегодня. Или чуть позже. Через знаки. Через символы. Через слова людей. Сны. Инсайты. Озарения. Ну и так далее. Через все каналы, которые я могу услышать. Это важная фраза. Я соберу эти пазлы. Приму ответственность на себя. Меры. По восстановлению баланса в своей душе и в теле. Благодарю вас за помощь. Попросите, чтобы... Ну как бы сверните вот этот конвертик. И запустите его вверх. Как бы, да? Во Вселенную. Я не знаю, как сейчас она заберет. Она может быть просто у вас, знаете, как будто шарик прицепите и каким-то образом вытащит вот это письмо. Кто-то видит рука, оттуда опускается, забирает. Может быть самолетик или ракета. Да? Заберет. И попросите уведомления. Я вас попрошу, чтобы прям вот вы попросили, что ваше сообщение нашло. Это придет знак, может быть как смс. Кстати, бывает в реальной системе. Очень часто кто-то приходит и, собственно говоря, вам отвечает. Так, очень хорошо. Замечательно. Значит, и сейчас я попрошу вас там внутри попросить своих духовных наставников или ангелов-хранителей, те силы, которые вас ведут по жизни, чтобы вам сейчас картинкой оттуда спустили ваше будущее, когда вы наполнены ресурсом, когда вы в гармонии, в радости, в каком-то внутреннем состоянии, может быть, свободы и интересы в жизни. Попросите, чтобы эту картинку вам спустили. Евгения тоже балл. И тысяча минус к его карме в этот момент. Так, ну что, мои родные, попросите, чтобы картиночка вам пришла. Да? И знаки всякие бывают во время наших техник. Так, очень хорошо. Не просто так, ничего просто так не бывает. Да, ага, очень хорошо. И сейчас я вас попрошу, чтобы эту картинку вы ее запечатлели, вы ее прочувствовали и даже, может быть, даже кто-то в нее вошел. И после того, как вы ее увидели, прочувствовали, сохраните ее в себе, как будто вы внутри ее сохранили. И потихонечку потом открываете внутренние глазки и открываете внешние. У кого ничего не было, одно намерение все равно работает. Но представление, допустим, какой-то картинки все равно может прийти. Даже если у кого визуализация плохая, на самом деле представление всегда оно есть. Так, очень хорошо. Потихонечку выходим на уровень здесь и сейчас. Картиночку, если увидели, сохранили. И пишем, получилось ли отправить, пришел ли ответ. Ну и, собственно говоря, что видели. Это всегда интересно читать. Так, Аленочка, ощущения на полностью влюбленности. Отлично, очень хорошо. Замечательно. Кто что увидел, делимся. Так, я на берегу моря. Аленочка пишет, вера в свои силы, Аленочка приобрела. Ага, так, резкая боль у кого-то у нас в левом виске при запросе картины будущего. Значит, не нужно смотреть, Ирочка, вам будущее. Вам вот это, ну как резкая боль такая прям показала, не надо туда ходить. Ага, значит, нужно вам сосредоточиться на уровне здесь и сейчас сегодня. Так, в Свету все получилось. Берег моря, горы, вся семья рядом со мной. Отлично. Галочки, я увидела себя в танце. Картину не было видно. Тоже нормально. Белый голубь в полете. Голубь забрал письмо, принес веточку. А, веточку. Находился в лесу на красивой полянке. Отлично. С мужчиной. Я рада всегда, когда у нас есть прям вам низкий поклон. Элла, вода без берегов. Любочка, у всех вверх... А, улетел вверх белый голубь, прилетела пёрышка. Послание. Отлично. Все получилось. Очень хорошо. И у Алены, ой, Анечки, у меня конвертик превратился в аисте с ребенком. Что это значит? Сегодня будем разгадывать. Это прекрасно. Все записывайте. Все записывайте. Все записывайте. Отлично. Очень хорошо. Самолетики улетели. Да, все получилось. У кого не получилось, если как вам кажется. Соответственно, это вот мы смотрели, как канал у вас в визуализации работает. А, собственно говоря, сейчас мы будем другие каналы с вами развивать. Тот, который отвечает за логику, сознание, разум. Ну, правильно. У Ланочки садикойся по утец. Да ты умничка моя, хорошая девочка. Отлично. Здорово. Так, ну что. Значит, мы с вами идем дальше. Да, да, да. Бишите большим раскладом, друзья мои. Мне будет полегче. Большими буквами. Так, Наташа отправила самолетик. Сказали, ангелы приняли. У Настеньки получилось, увидела себя счастливой, красивой. Солнце, красота вокруг, ощущения. Ощущения хорошие. Ага, и послала так, все в небо. Не успела прочитать, но удалось. Настенька, я рада. Супер, очень хорошо. Так, ну что, молодцы. Молодцы, молодцы. Ну и, собственно говоря, мы теперь переходим. Запрос отправлен. Почему я говорила? Очень важно. Вот сейчас невидимым взглядом, вам казалось, мы просто что-то делаем. На самом деле, мы прошли целую технологию запроса. Ой, у Настеньки визуализация 10 тысяч. Это шикарно. Это шикарно. Вот у кого визуализация хорошая, научиться растолковывать эти образы, будучи ясновидящие из вас всех получается. Так что шикарно. Итак, что же мы делаем, мои родные? Значит, мы сейчас отработали технологию правильно отправлять с вами запрос во Вселенную. Да, это как бы самый первый этап. Следующий этап, конечно, мы будем потихонечку с вами подходить. Кроме того, как мы посылать будем с вами запросы, мы, соответственно, правильно будем ставить еще намерения. И мы обучимся это чуть попозже этому. На первом открытом уроке, который у нас состоится 11 числа. Всем привет, потому что это сердечко такие классные. Благодарю вас, мои родные. То есть у нас технологии будут правильно работать со Вселенной с запросами. Ну а сейчас мы переходим к метафорическим картам. Не все их знают, мы это уже поняли. Карта – это язык подсознания нашего, собственно, и подсознания Вселенной. Все записывайте, кстати, все, что вы сейчас получили. Все это важно дословно. Потому что иногда мне потом люди пишут, говорят, Парина, я был у тебя на вебинаре, посылал запрос, и вот именно тогда я это увидел. И это именно привело к чему-то очень важному. Потому что, да, и человек сохранил вот эту какую-то картинку, которую мы сегодня будем рассматривать, да, скрины, кстати, готовьте сейчас, телефоны, все остальное, чтобы у нас все это было под рукой. Это все будет нам помогать. Значит, карты – это язык подсознания Вселенной. Это язык бессознательного, то есть сам по себе язык бессознательного – это всегда метафоры, это символы, это образы, мысли, знаки в реальности, это те же сны, это все, что нас окружает. Это именно знаки. Карты – это один из языков Вселенной, подсознания. То есть мы через карты осознанно взаимодействуем. То есть это мы не ждем, когда нам знак прилетит откуда-то. Да, вот, ну, да, пришлите мне, пожалуйста, причину, ну, например, заболевания моего тела физического, да, почему я болею, да, и мы ждем, когда нам прилетит через, там, сколько-то, сутки-двое. Карты мы не ждем, мы сделали запрос, подождали 3-5 минут, то есть вам мы сокращаем время, вы берете карты и начинаете смотреть. Вы вынимаете одну и, собственно говоря, вот так мы будем сейчас работать. Душа и ваши личные духовные наставники, а у них хранители, многие их так называют, это постоянно ищут с вами связь через знаки, через… А тело с нами разговаривает через инстинкты, через сознание, а сознание очень часто блокирует как раз вот это все подсознательное участие. На самом деле, если посмотреть, ну, все мы знаем, у нас есть сознание, есть подсознание, да. И вот сознание, на самом деле, с одной стороны, оно как бы больше владеет нами, с другой стороны, оно блокирует выход в наше подсознание. Наташеньке тоже банны, Наташеньке минус тысячу к ее карме, если это Наташенька. Значит, еще раз говорю, друзья, я вас прошу соблюдать правила, да, правила чата. Ну, вот зачем вы портите свою карму? В ближайшее время что-то человеком прилетит и что-то будет. Я всегда удивляюсь, какие такие настойчивые люди просят усугубить свою карму. Ну, это так, знаете, вот в учебной цели, сейчас в профилактике, как бы, да, сразу же говорю о кармической агитции окон. Так вот, мои родные, значит, подсознание, сознание. Вот подсознание – это огромная штука, та, которая взаимодействует с подсознанием Вселенной, Космоса. Можно сказать, даже не Вселенная, Космоса. Ну, и туда у нас система Вселенная, Космос. Так вот, туда входит, и она разделена приблизительно так. Значит, 10% у нас идет на сознание. То есть, на самом деле, это так, ту информацию, которую мы обрабатываем, получаем, это всего лишь 10% в наше сознание. 90% – это наше глубинное подсознание, связанное как раз с Вселенной, с нашей душой, с нашими ангелами-хранителями, с нашими наставниками. И вот у многих людей блокирована вот эта связь, да, вот с этой частью. Они не слышат себя. Интуиция, как, кстати, у вас с интуицией. У кого интуиция 100% классная. Но, кстати, бывает, не пользуются. Приходит клиент и говорит, как интуиция. Ой, Вольф, класс, все, да, я вот предчувствую, предчувствую. А я говорю, пользуемся. А нет, а нет, вот как раз оно и есть, да. А интуиция именно та штука, которая всегда приведет в нужную дверь. Например, у вас выбор, и вы не знаете, куда идти. Интуиция, она как раз вот. Но начинается включить наше сознание. Да ты что, это невыгодно, это вот выгодно вот так сознанию, да. Как один мужчина, например, у него сделка намечалась такая хорошая. И, значит, получилась интересная история. Он очень хотел, значит, чтобы эта сделка по покупке другой фирмы случилась. Ну, с знаками по-всякому показывали, что вот не надо это делать. И так и сяк, да. С одной стороны, интуиция тоже какая-то говорила, что не нужно это делать. Но там было очень выгодно. Вот. Вот он ломает ногу, он не попадает, значит, на встречу. И, собственно говоря, расстроилась встреча, и он не купил эту фирму. Очень расстроился, он лежал, болел, переживал по этому поводу. Через две или три недели он узнает, что фирма эта оказалась банкротом. Представляете, его счастье. Он был очень рад, что он сломал ногу. И он вспомнил, что интуиция его как раз подсказывала, его наводила. На это он ее не слушал. Вот у кого такое было, поставьте плюсик. Когда вы четко прям ломились, вроде сознание четко вам говорило выгодно, а подсознание ваше говорило не лезь туда, родной, не лезь, слушай, а полез, ну и понял. У кого ни разу в жизни так не было, поставьте минус. Мне просто интересно статистику посмотреть. Так, минус у кого ни разу так не было. У Ники не было. Леночка тоже не была. Ну, в большей степени было. И плюс, и минус. Я понимаю, когда слушал, когда нет, скорее всего. Так, очень хорошо. Молодцы. Так вот, наше подсознание, это всегда глубинная связь с вселенским подсознанием, с душой, с англиевым хранителем, с теми силами, которые вас ведут. Не слушая их, да, наше подсознание, интуицию, вот эту вот большую такую штуку, огромную, которую, собственно говоря, в которой мы живем, космос наш, да, вселенная. Ну, мы хуже, наш путь жизненный, он увеличивается. То есть, по сути своей, мы бьемся головой в закрытую стену. Рядом две. Интуиция, пользуясь постоянно, иногда бывают проколы. Бывает, 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 но тут много составляющих есть. А знаете, бывают переигровки наверху, вот, и поэтому бывает, не получается. Да, Танечка говорит, метафорические карты классный для меня инструмент, способ улучшить интуицию. Вот, вот, молодцы, да, именно, именно, она улучшает, разрабатывает интуицию. Кому важно, кому актуально, вот как раз она это и делает. Так, Мира говорит, много раз пыталась на работу устраиваться, всегда по башке давали. Надо на дому бизнесом заниматься и хозяйством, да. К чему мы ставим плюсы? К тому, что мы интуиции, то есть, когда у вас интуиция говорила одно, вы сделали против интуиции по логике и, собственно говоря, поняли, что зря это сделано. Случайностей не бывает в нашей жизни, все у нас обусловлено, зачем-то это нужно. То есть, во всем есть глубинный замысел, и вот как раз через карты мы и раскатываем вот этот глубинный замысел. Карты Тараку, это который знает все и обо всем. А кто освоит работу с метафорическими картами, тот освоит язык Вселенной. Тот быстрее решает любой вопрос, тот легко выйдет на свой истинный путь. Предназначение сейчас очень многие люди его ищут. Ну и тот разовьет интуитивное мышление, мышление Пятого измерения. Именно в эпохе Водолея будет оно главенствовать. Именно как раз у нас будет очень хороший уже подключик информационному полю. Мы будем считывать оттуда вот разные информации по своему направлению и развивать какие-то, улучшать какие-то свои продукты, какие-то свои услуги и прочее, прочее, прочее. Так, и задача всего человечества, это уже я вам рассказываю как бы о тех правилах, к которым нас подводит Вселенная. Это вспомнить, кто мы и откуда пришли. Кстати, у нас тоже вот есть игра «Колесо Сансары». Мы ходим в прошлое, мы ходим в будущее, смотрим. Мы, собственно говоря, себя вот со всех сторон, как в 3D. Вот чем хороши карты, мы смотрим на всю ситуацию, как в 3D. Выходим на связь с высшим началом, с душой. Кстати, налажим даже отношения с Творцом. Вот у нас в играх, игротренинг, кто смотрел у меня в прямых эфирах, ВК в основном я выкладываю, да, то на Ютубе, то вот там как раз мы налажим отношения с людьми. И это очень, очень такая достаточно интересная штука. Сейчас я как раз вам случай расскажу, как на примере женщине, ну, можно сказать, спасло ее от такой, знаете, ну, сейчас чуть попозже интересную историю расскажу. Так вот, наша задача, часть всего человечества, выполнить свой контракт души, вспомнить, кто я, зачем я пришел сюда, что мне нужно сделать, да. И, кстати, кого сейчас очень мучает, давайте 100% мучает, вот этот вопрос, зачем я здесь, вот зачем я здесь, и что мне нужно сделать. 100 баллов очень мучает, еще не решил, еще не знаю. 0 баллов уже, ну, давайте не мучает, наверное, да. Вот это вот мне тоже статистику, кого не мучает, минусы ставьте, потому что мне нужны вот реально адекватные какие-то цифры. Потому что даже вот тут у нас в Пурбове один с коллегой, да, и говорит, все это ерунда, люди приходят просто жить. Вот просто так вот жить и все, просто кайфовать от жизни. Все-таки статистика показывает, что многие люди очень мучаются. И вот сейчас мы посмотрим, насколько действительно это актуально. И, кстати, вот на первом занятии, открытом по нашему тренингу, метафорической карте, мы будем изучать, кто я, кто я и зачем сюда пришел. Так, есть люди, которые не мучаются. Так, у нас пока тоже есть, все цифры, 100 баллов. Но больше мучаются. Это как раз нормально. Раньше сильно мучился, сейчас спокойно. Я очень кручусь в МАК, Международной Академии. Ага, так, знак. Ну, однозначно знак, ничего случайного не бывает. Так, очень хорошо, молодцы. Итак, я вам сейчас как раз хочу рассказать вот интересную историю девочки, которая ко мне пришла. Моя коллега, моя замечательная подруга. Вот, и причем, знаете, как-то вот так серийно было. У меня параллельно еще был человек с таким же запросом. Знаете, ничего просто так не бывает. Как-то, знаете, все воедино, всегда соединяется. И пришла с таким запросом. Очень серьезный разговор стоит со своим близким. Причем такой, что разговоры, знаете, бывает страшно. Разговоры реально, да, и страшно там, как, что и будет. Но безысходность все равно должен случиться. И именно от того, что у нас не хватает внутри вот этого понимания, как это будет происходить. Наши страхи включаются. Нет вот этого четкого понимания, как это все будет. Да, охватывает в буквальном смысле вот эти ужасы. И человек не спит день, человек не спит два. У человека поднимается давление. У человека начинается ухудшаться вообще все. Ну, я же не говорю про настроение. То есть получается сыпаться все. И вот как раз она пришла. И когда мы раскидали карты, посмотрели алгоритм. То есть, говоря, через карты, чем вы знаете, еще хорошо. Они видят, что происходит с человеком на данный момент. Именно с кем ты будешь рассказывать. В каком он состоянии, в каком он самочувствует. В каком он еще в внутреннем мире сейчас пребывает. Это уникально. Когда смотришь, и потом действительно ты задним числом, когда узнаешь информацию, в каком он был состоянии, это подтверждается. Я говорю, они считывают информацию с пространства, резонируют. То есть ты задаешь запрос, как мы это сделали. И тут же тебе прилетает вот эта вот вибрационная, то есть одна составляющая, как подушка. Вибрации, они стыкуются, можно сказать, на одной волне. И ты получаешь информацию по этому вопросу. Главное четко задавать вопрос перед картой. Когда мы посмотрели его состояние, когда я посмотрела через карты глубинные причины, почему это произошло, это очень важно разобрать. И потом мы посмотрели алгоритм, как нам выйти из этой ситуации. Человек был в состоянии свободы, радости. Она поняла, как делать. И вот этот страх, и вот этот стресс, и эта тревожность прошла. Встреча прошла шикарнейшим образом. И главное, уже у ней был алгоритм, как это делать. Я говорю, карты, это, ну вот, они, что в прошлое ты идешь, они смотрят, да, мы уходим в прошлое смотреть. В прошлое жизни, кстати, у кого мы в регрессе не получается, лучше нам кто это сделать. И в будущее. Итак, ну что, дорогие мои, ищем первую причину, первую причину вашей сливы энергии. В вашей версии мы уже с вами, значит, еще раз, кто только к нам присоединился, вашей версии, от чего у вас не хватает сил, можете прописать. Мы уже это писали. А кто писал не надо, кто нет, то можете еще раз прописать. Куда она сливается, тоже ваше. Вот смотрите, вы сейчас просто разницу поймете от мозгов, когда вы думаете, да, и когда сейчас будут показывать у вас карты. Это совершенно разные вещи. Поэтому кто не делал еще, не отвечал на этот вопрос, значит, ваша версия, чего у вас не хватает сил, энергии, то, собственно говоря, пишем. Если нет, то мы уже готовимся. Помехи, друзья, ну что делать. Интернет подсоединился, кабельно все вроде как должно, ну, народу много, ну, вот, тоже вибрационная составляющая. Так что все нормально. Итак, готовы? Все, запускаем тысячу баллов, и мы идем сейчас с вами работать. Вот, пишем, да, сейчас на уровне сознания, много отдаю, галочка пишет. С гугла памяти. Ну, с пространства, не знаю. Посмотрим. Так, мне кажется, свекровь у меня всю энергию всесосыит. Ага, Евгения пишет. Николай, он. Так, ну что, мои родные, готовы? Все, давайте, поехали. С тысячу баллов, если готовы, и мы сейчас следующий слайд начинаем работать. Потом в конце у нас розыгрыш. Я объявляю победителя, значит, победителя нашей, нашей, нашего розыгрыша. Кто вот увидел, записался наш тренинг, он получит 36 тысяч 900 рублей. Плюс еще два счастливчика узнает по моему каналу о своей главной проблеме, информацию. И самое интересное, что будет, да, я пока не расскажу. Будет еще сюрприз для всех. Итак, значит, куда сливается ваша энергия? Все готовы, молодцы. И сейчас мы с вами отрываем слайд. Я открыла. И сейчас мы с вами выбираем по ощущениям, сейчас мы включаем вашу интуицию. Мы выбираем одну из картинок, которая вам как-то приглянется. Глаз сразу кинется, и мы выбираем ее. Может быть, кстати, вторая потом приглянется. Но вот какая первая приглянется, вот мы ее берем. Берем, выбираем ее. Да, вот какую берем. Все четко, это моя картинка. И начинаем ее разглядывать. И вы начинаете писать у себя в тетрадке, в блокноте, в электронном. Это очень важно. Первый пункт вы пишете, отвечаете, задаете вопрос в карте. Это очень важно. И то, что первая приезжает, приходит у вас 3-5 секунд, у кого-то 10, у кого-то попозже бывает. То, что первая приходит. Например, вот я смотрю на первую картинку. Кто это или что это? Какие ассоциации, вот можно второй, третий вопрос, и их можно менять, в принципе. Какие ассоциации, второй вопрос, у меня приходит, то есть на вот это кто, например, кот. Какие ассоциации у меня с котом приходят? Записали. Следующий вопрос. Какое понятие я вкладываю в эту картинку? Так, друзья мои, кто у нас в ИК сидит, чтобы вам было интересно. Идем в интернет, в Google. Кстати, кто не нравится здесь картинка, идем в Google. Значит, открываем там Google, Яндекс, любой пейсковик. Открываем картинки. Там есть музыка, да, у нас там, это что-то еще. Картиночки выбираем, чтобы у вас много было картинок. Забиваем туда, кстати, можно просто картинки, вот так с закрытыми глазами, как что первое выйдет. И хоба, у вас просто вот целое полотно, глазки открыли, и какая первая картинка вам в глаза попалась, вам она зацепилась, мы берем ее и разбираем. Вопросы, значит, кто и что это. Второе. Какие ассоциации приходят, когда я вижу это? Например, кот или вот человек стоит. и смотрит на свет в темноте, да? И какое понятие я в это вкладываю? Потом дальше четвертый вопрос. Какое действие происходит на картинке? Вот пока записывайте мои вопросы. Значит, кто это, что первое? Какое понятие я в это вкладываю? Какие ассоциации приходят? Какое действие происходит? И в чем главный посыл этой карты? Вот это важно. То есть у нас пять вопросов. Альбина, их четыре на слайде. Нет, выбирайте одну по ощущениям. Но если вдруг потянет и вторая, сначала разобрали одну по очереди, а потом вторую. Так, потрясающе. У меня самой есть канал, но иногда за эмоцией я его не слышу. Сейчас увидела ответ на картинку. Вот, пошло, пошло. Посыл этой карты, то есть Вселенная вам о чем-то говорит. Какой-то есть глубинный смысл и замысел. И, собственно говоря, вот картинки, какой главный посыл и замысел есть в этой картинке? Какое-то послание. Вот давайте посыл, послание. От Вселенной к вам. Так, вы сейчас пока пишите. Очень интересно ответы пишите. Я сейчас просто здесь у меня зарядочка мощная. Сейчас я подойду, подождите. Если вам не нравится картинка здесь какая-то, то идем в интернете, берем, как я сказала, поисковей, гугл, картинки набираем, закрытыми глазами открываем, какая первая попадется, ту берем. Так, я поняла. Так, заем. Так, я не поняла. Заедала звук. Еще раз, сейчас давайте повторюсь. Значит, берем картинку одну из нас запроса, куда сливаем я энергию. Значит, и отвечаем на вопросы. То есть мы задаем вопросы к картинке, которую выбрали. Вот, Леночки, свет свыше, просветление, есть поддержка, свет на жизнь, доверие Вселенной. Очень хорошо. Прям тезисно вообще. Можно брать каждую картинку, можно брать одну. Здесь по ощущениям две берем, три. Вы знаете, работа с картами, это чисто интуитивная такая, сакральная какая-то штука. То есть вот все, что мне кажется, что мне вот хочется, вот мы это все и делаем. Так, Светочка, я в своем мирке нахожусь, отгораживаюсь от Вселенной, пропускаю ее подарки. Вот, вот, представляете, Светочка, вот до этого понимали вы это или нет? И, кстати, нужно брать то, что вот пришла информация, записали, отзываются, да, еще и тело реагирует, и вообще как-то вообще вот на, что-то там завибрировало. Это что-то заболело тоже, кстати. Так, Наташа, первый человек и свет, луч надежды, я один. Объясните второй, пятый пункт. Да, галочка, второй пункт. Какое понятие я в это вкладываю? То есть, например, вот это кот. В какое понятие я вкладываю слово кот? Кот для меня это пушистый, хороший, ласковый, что-то такое бегает само по себе. То есть каждый человек вкладывает свое понимание в какое-то слово. Например, я сейчас бы задала вам, значит, одно слово, например, что вы вкладываете под, какое понятие слово любовь. И поверьте, будет разное, большие, то есть разница будет большая. То есть каждый человек в своей ассоциации вкладывает в пост состояние опыта. Так, а я поняла, что есть одинокие, самодостаточные, умные мужчины, которые тоже тяготятся своим одиночеством. Ищет спутницу жизни. Это прекрасно, очень хорошо. Так, Вера, главный посыл, не пропускай подарки судьбы. Вот, Верочка, чудно. Ага, и Людмила, четвертая карта, посыл, расслабься. И третья картинка, я в свете защищена. Так, Алексей пишет, привет, ты очень красивая женщина, и я бы очень хотела... Так начинается. Так, да. Что ж такое-то там еще с кармой не дружит. Так, пожаловаться. Сейчас мы жалуемся. Экстремизм, насилие, порнография. Так, мы сейчас сделаем еще хуже. В прямом эфире. Что ж так не берегут свою карму-то? Люди не понимают. А потом удивляются, откуда у них болезни жуткие. Аленочка, у меня кот с вишенкой. Подарок судьбы. Отлично. Так, Альбиночка пишет, что уже сверху дан знак идет идея действует. А я стою, чего-то жду. И так в жизни со мной. Вот. Вот. Александра пишет, у меня выскочил домик. Послание, не чувствую себя здесь дома. Ага, вот. А следующий этап как раз, куда сливается. И вот теперь главный вопрос мы отвечаем, куда же она сливается. Вы как бы обобщаете вот эти все ответы, которые получили. Да, Галочка пишет, что котик пушистый, веселый, озорной. Так, кот большой, теплый, ленив, толстый. Жир трестный ленин. Прожигание времени. Обрати на себя внимание. Делай хоть что-нибудь. Ой, слушайте, какой вот, Ниночка, какая молодец. Мне сейчас давайте историю вам расскажу. Шикарный шуток. В регрессии, значит, пошел молодой человек, он узнает, значит, почему у него полно долгов, миллионы. То есть бизнес был, все разрушилось, все было хорошо до определенного времени. Бизнес вообще там полностью крахом пошел, и он пошел, значит, узнавать. И вообще, кстати, там у него такая какая-то, знаете, мистика стала случаться. В регрессии, вот у кого визуализация хорошая, мы ходим, значит, смотрим. И когда, значит, мы посмотрели, там пришел его на станок, духовный, значит, как я это называю, англохранитель, вот, и он тут спрашивает, ну, что мне сделать, мне вот туда пойти, вот это сделать, вот это мне сделать. А он-то знает, что происходит с его подопечным. И он ему вот такой интересный, хороший ответ сказал. Сделай хоть что-нибудь. Иди хотя бы мети, иди возьми метлу, и будь хотя бы простым дворником. Это уже хорошо, ты двигаешься, развиваешься, хоть что-то делаешь. И те люди, которые вот лежат и ничего не делают, они по сути своей нарушают главный закон Вселенной, развития. Я много сейчас об этом говорю. Когда человек отстает от времени, в буквальном своем времени убегает, семимильными путями, эволюция сейчас вообще, прогресс идет, да, мы знаем как. И если вы будете сидеть на своем месте, и вот почему многие говорят, почему у меня денег, кстати, знаете, почему большинство людей нет денег. Вот я позже на этот вопрос отвечу. Кому это интересно, напомните мне, пожалуйста. Позже я скажу, почему у большинства денег, 90%, ну 85%, нет и не будет никогда денег в этом воплощении. И что бы они ни делали? В достатке, в таком, который бы они хотели, когда бы будет прям вообще перебор. Да, это будет ровно столько, сколько там вот, большей части не будет. Так, молодцы, пишем. Вот у Наташи посыл, надо уметь расслабиться. Да, 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 так, отлично. У Ники, человек, мужчина расслабляется, шавасане, посыл расслабиться, да, да, да. Настя, посыл не бояться идти вперед, есть сила и поддержка. Вот, какие же вы молодцы. И всегда вот ангел-хранители, высший духовный куратор, говорят, передай, пожалуйста, Полина, всем землянам, всем нам, что 24 часа в сутки они нас поддерживают. Ваша задача внимательно слушать свою интуицию, через нее, через знаки они говорят с нами, через людей, через ситуации. Как раз карта у нас один из инструментов, как мы не ждем, когда они пришлют нам эти знаки. Мы сами идем навстречу и мы вот таким образом, как бы до нас стучаться, мы не слышим, а так мы уже с ними поворачиваемся к ним и мы уже начинаем хотя бы друг напротив друга сидеть и каким-то образом обучаться языку. Да, мы уже сидим, смотрим, но еще пока не понимаем. Вот, собственно говоря, это работа со знаками через методические карты. Так, ну молодцы, молодцы, очень хорошо. Картинки нужно сохранять обязательно. Так, идем дальше. Теперь, значит, у нас, где же брать теперь ресурс? Хотя вы молодцы многие, уже тоже поняли вывод, но все равно, у нас будет дополнение. Настенька пишет, в потоке идут сами подсказки. Да, Настенька, это и есть как раз поток, интуиция, подключение к этим высшим каналам, высшим каналам связи с своими духовными кураторами. Здорово, молодцы. Теперь делаем то же самое. Значит, опять выбираем с вами, ставим другой запрос, где брать ресурсы, энергию и силы. То есть, те, кто у нас в ВК, смотрят по телефону или там еще как-то, значит, картинок вы не видите, то же самое. Сейчас ставим вопрос, где брать ресурсы, энергию и силы. Можно под какой-то конкретный запрос, например, если вам предыдущий был вопрос понятен, поставили, пошли в Google, пошли, набрали картинки с закрытыми глазами, потом открыли. То есть, нажали картиночки, открыли, сначала закрыты, открыли, выбрали картинку. И к ней начинаем в те же вопросы. Кто это, что это? Какое понятие я в это вкладываю? Какие ассоциации мне приходятся вот с этим пониманием? Какое действие происходит на этой картинке? Ну и в чем главный посыл? То есть, вот как бы, о чем мне хочется Елене сказать через эту карту? Все делаем то же самое. Обязательно все записано, друзья мои. Вот в картах метафорически всегда надо все записывать. Когда у нас ребята работают друг с другом, то ли это в игротренингах, то ли это в работе по интернету или вживую, это всегда оператор записывает, потому что ты задаешься, вот еще раз значит важную составляющую вам скажу. Если ты, вот например я беру карты, если я сбиваюсь в своих мыслях, а когда я смотрю на них и думаю о том запросе, в котором, например, где брать ресурс? Вот я сейчас, да, где мне дополнительный брать ресурс на мой проект, например, да, сейчас какой? Главный проект я определю, вот я сейчас мысль, да, главный проект, вот, где мне взять дополнительный ресурс? Я сосредоточилась, настроилась, вибрации пошли и по вибрациям мне сейчас будет выходить карта. Я беру карту, я рассматриваю картинку, значит, кто это, что это, какой памяти я в это вкладываю, то есть многие вопросы, но здесь еще другие вопросы есть, я вам покороче сделала, но я взяла свои карты диалог со вселенной, по темы, значит, бан и 10 тысяч минус к ее карме за нарушение правила здесь в чате, я не знаю, кто под по темой, но, друзья, в ближайшее время вас ждет какой-то сюрприз от вселенной, естественно, со знаком минусом, еще раз напоминаю, берегите себя и свою карму, вот, а, значит, здесь есть такая штука, у меня написано, диалог со вселенной, расслабься, вот где ресурс? Расслабься, расслабься, вообще не напрягайся, ресурс будет, так, сейчас у нас опять пропадает интернет, так, Наташенька, так, был, сейчас я пропадала, сейчас я появилась, все хорошо, Наташенька, вы не поверите, мне попалась невеста, но сейчас я вложу в эту картинку понятие вселенной, я тебя люблю, ой, какая прелесть, ага, что набирать в гугле, вот там есть поиск, висковик у нас, музыка, там, маркет, картинки, картинки, туда идем, смотрим, так, так, все записываем, все записываем, то есть сначала сосредотачиваемся на вопросе, потом начинаем разбирать, берем карту, разбираем ее, максимально все записываем, потому что карта имеет такое свойство доходить позже, они до вас доходят, знаете, как вот еда, микроволновки бывает, еще 2-3 минуты она доходит, то же самое карта доходит, неделю, месяц, три, знаете, сколько мне интересных случаев, когда мне пишут, значит, мои клиенты, с кем работаешь, ребята там, через 2-3 дня, Полина, а ты помнишь, вот эта собачка, да, это оказывается, моя мама, то есть до человека дошло, что это, кто это был, тоже нормально, поэтому делаем скрины, делаем какие-то важные, все картинки сохраняем, все это очень набужно, и все записи, чтобы это было все в одном месте, очень важно потом сходить посмотреть, потому что картина будет дополняться, это сейчас несколько пазлов, вот, а другой момент, мне через месяц девочка пишет, Полина говорит, ты не поверишь, вот этот молодой человек, то есть, вот там помнишь, мы брали персону, я говорю, ну, конечно, да, там, вот, мне через месяц попался именно, то есть, она проработала свой запрос по мужчинам, почему у нее все мужчины сбегают перед свадьбой, вот, и там как раз, когда мы проработали, вышел другой мужчина, то есть, когда ты причину убрал, да, свою граничную установку, там, собственно говоря, уже потом осмотрим результат, как ты изменился, какой тебе человек даже попадется, вот, когда она вынула, ну, она тогда, да, нормальная, и она мне потом пишет с такими глазами, вот, ну, это в эмоции, в смайликах, Полина, он говорит, похож на того, которого это было, как они карты делают, я не знаю, но у нас очень часто некоторые прибегают ко мне тоже на трек, Полина, посмотри, вот фотография, телефон, да, а вот эта карта, ты посмотри, какое сходство, как он похож, люди не понимают это волшебство, но это, в общем, мы сами только не понимаем, хотя вопрос этот изучаем, есть определенная теория, версия, как, насколько точно они считывают информацию пространства из будущего, из прошлого, из сегодняшнего дня, но это действительно так, так что, друзья мои, все, мы это фиксируем, а даже один раз у меня через 9 месяцев коллега сказала, «Полина, то, что там произошло, мне показали будущее через 9 месяцев, причем там не очень было хорошее, то есть, там показали предсказание, буквально, в смысле, там катастрофа была, вот, и серьезные такие последствия, но, чем хороши карты, это не ясновидящее, если ясновидящее сказали, «Так, через 9 месяцев я вижу аварию, вы разогнетесь», это программа, которая может активировать всю человеку, его какие-то страхи подсознательные, соответственно, это может притянуть и сработать, а как раз карты, они экологичны, они, понимаете, какая штука, они вроде тебе показывают, ты не понимаешь, что это вроде как, ты разбираешь, ну да, какая-то коровка, какая-то там что-то, чего-то кто-то, вот, а получается, в итоге, ты понимаешь, что это так, ну, предсказывает и хорошее, и всякое, в общем, все, что вам кармически обусловлено получить по обучению, так что все хорошо. Ага, да, у кого западал звук, смотрите в записи, у нас записи обязательно в ближайшее время будет, завтра у нас второе занятие будет по самооценке. Итак, мои родные, значит, в конце у нас будет розыгрыш, сейчас я хочу вам рассказать, как бы немножко законы мироздания. Надеюсь, вы уже все написали. Ларисочка, класс, я пока новичок, но меня очень заинтересовало. Друзья мои, за что вы, это так, это, я говорю, метафорический карм, это самый легкий инструмент, для того, чтобы помочь себе, помочь близким, если вы еще работаете с людьми, но это самое все, вот, у меня курсов много, есть регрессия, регрессия прошлой жизни, эрекционовский, есть наупи, эзотерическая НЛП, эзотерическая медицина, у меня все связано, психология очень тесно связана с законами мироздания, законами, как взаимодействовать с нами Грегора, дальнейшего порядка, в том числе, вот, и у меня парапсихология называется, а вот метафорические карты, это тот инструмент, который легко освоить каждому, с детьми работать, так здорово, дети раскрываются, для детей, вот, для ваших близких, те, кто вокруг вас, это ваши детки, внуки, для них это вообще наиважнейшая штука, раскрывается внутренний потенциал, если ребенок не может раскрыться, что-то проговорит, у него начинаются какие-то слова выходить, то есть он начинает проговариваться, эмоции, свои ощущения, чувства, то есть вот так вообще очень хорошо они помогают нам всем работать с внутренними нашими затыками, а голова так и разболелась, ну, во-первых, не просто так, значит, какая-то активировалась программа, можно успокоить тело, сказать, спасибо огромное мое тело, я сигнал получил, буду разбираться с этой программой, скажи, пожалуйста, о чем ты мне напоминаешь, о чем боль, и идем в интернет, и берем картинку новую, собственно говоря, вот так потихонечку мы и работаем, есть вопрос, идем, задаемся, задаем его, отвечаем, потом опять задаем, и опять идем, отвечаем, то есть вот это, собственно говоря, беспрерывный такой диалог со Вселенной. Так, я уже кайфую, Элла говорит, ну, друзья мои, вообще молодцы, так, я хочу вам рассказать, значит, ну, кстати, вот кто хочет освоить, давайте, вот я реально, игра, друзья мои, слушайте, когда я предлагаю куда-нибудь, я приезжаю обычно с метафорическими картами, говорю, ребята, хотите поиграть, есть такая игра, вот эти все, есть, конечно, сейчас очень много игр, давайте, 100 баллов, я хочу освоить этот инструмент, да, вот, 100 баллов хочу, заявление во Вселенной, и вообще на самом деле, это, ваше действительно, вот это состояние, да, 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 ставим 100 баллов хочу, вот у вас скоро будет появиться такая возможность, возможность уникальная, потому что я свои, вот, вот эти курсы, тренинги, я провожу лишь всего лишь раз в год, да, полноценный, тот, который обучает, очень просто, очень легко, на удаленке, в интернете ты работаешь, где хочешь, и вот этот курс, который сейчас у нас тренинг, мы планируем 11 числа, будет открытый урок, мы будем узнавать свое уникальное, свой смысл жизни, будет очень интересно, это так, это сегодня цветочки, завтра будет самооценка, у нас разбираться, то есть мы делаем дополнительный, дополнительный, вот этот курс, будет очень интересно, друзья мои, вот у кого есть желание, сейчас уже можете пройти по ссылке, обязательно зафиксируйте эту ссылку, можете сейчас почитать, можете попозже, сейчас у нас еще тоже будет интересный разговор с вами, вот, но очень важно, самое главное, если вы хотите освоить быстро, качественно, классный инструмент работы, помощи себе, работа с подсознанием глубинным, знаете, вот как вы сам себе психолог, вы сам себе эзотерик, вы сам себе целитель, вы сам себе, кто вы еще, вы сам себе ясновидящий, как я говорю, где ссылочка, сейчас Дима даст ее, он уже давал, проходите нее, обязательно ее сохраните, если уже вам интересны какие-то пакеты, обязательно, значит, сделайте заказ, почему, потому что подумать можно, сутки, чем больше, чем меньше вы будете думать, тем больше вас ждут сюрпризы, потому что я сейчас немножко чуть попозже, кому это будет интересно, я расскажу про сам тренинг, он уникален, чем уникален, вы это обязательно узнаете, вот, и сейчас я прям пару очков слов, хочу вам рассказать о том, что в основном сейчас, люди болеют в большей степени, мы с несчастья, и случается что-то по судьбе, из-за того, что мы больная клетка космоса, мы излучаем негативные вибрации, посредством мыслей наших негативных, и поступков, отравляющих эфир космоса, это страх, обида, злость, раздражение, агрессия, осуждение, ненависть, претензия, мы нарушаем космические законы, мы становимся токсичной, токсичной клеточкой нашего космоса, вот, это умение, это тоска, опять же, злословие и осуждение, важнейшая такая штука, и здесь нас выправляет, наш космос, Вселенная, она, это большой единый организм, и она не потерпит для того, чтобы одна клетка, мы все едины здесь, чтобы одна клетка съедала другую клетку, и то же самое, как клетка печени начинает есть клетку почки, да, вот высшему разуму, как вы думаете, понравится это или нет, вот скажите мне, пожалуйста, вот понравится высшему, вот этому, большому организму, когда эти клетки начинают друг друга поедать, и поэтому, естественно, нас начинает выправлять, да, и вот как раз незнание высших, вот этих правил, закономерностей, мироздания, нам, собственно говоря, выходит боком, когда вы их узнаете, собственно говоря, тогда жизнь настраивается, происходит, ты понимаешь глубинный замысел, зачем все это происходит, и как раз карты нам помогают, стать здоровой клеткой космоса, и узнать глубинный замысел, зачем я сюда пришел, зачем я сюда поплатился, с какой целью, да, как раз вот карта сознания показывает, что низкие вибрации, они вот, это тоже на исследовании, то есть проводились исследования, и, собственно говоря, это определили, такую некую шкалу вибраций, все, что ниже, чем больше вот здесь вот у нас, вот, да, вот этой вот ниже составляющей, тем больше у нас вот этих вот эмоций и состояний, это страх, это горе, это аппати, чувство вины, всего лишь 40 баллов, да, эмоционально, вот начинается у нас от 200, 50, это когда нейтралитет, это когда принято, это когда радость у нас 400, любовь 500, нет, даже радость, разум у нас, радость у нас 440, гармония это у нас за 600. Вот это состояние гармонии, собственно говоря, я людям надаю, то есть ребята приходят на любые курсы, тренинги, и они обретают это состояние, у вас стабильное, постоянное состояние чувства, спокойствие внутреннего, равновесие, мы все, по идее, должны к этому прийти к концу своей жизни, кто не придет к саму концу, придет обязательно в следующей жизни, не в этой жизни, так в следующую у вас получится, как я говорю, ну зачем нам оттягивать эти моменты, если вот кто не хочет оттягивать, то хочет научиться быть в этом состоянии равновесия, как раз метафорические карты, они нам помогают очень быстро, и так, значит, в записи посмотрите, дорогие мои, если кто сейчас не получается, и так, пять шагов к своему языку Вселенной, через метафорические карты, да, это важно у нас, так, важно научиться, а я начаться, но вот сегодня спешила, поэтому уж, друзья мои, прошу прощения за ошибки, и так, важно научиться, ну и начаться, кстати, может быть, это даже не просто так ошибка, опять же, во всем есть глубинный замысел, вот научитесь различать вот это глубинный, не то что различать, разгадывать, вот эта разгадка, да, интерес, а, я, кстати, забыла, что когда я приезжаю куда-то в гости, всегда у меня карта с собой, то есть я ему летаю туда-сюда, мы в самолетах раскладываем, есть запрос, давай быстренько, раз там 30-40 минут, проскидали, особенно когда специалисты очень легко, вот, и прихожу, говорю, хотите сыграть, я говорю, мозговой штурм устроит, да, интересная игра, захватит так, что это, и я приехала так в бизнес-дом в Один, значит, там нетворкинг, и мы, значит, всели в первом часу, я-то знала, что это долго, но ребята не знают, я сразу говорила, будет ночь, будет интересно, так вот, многие там ушли спать, многие ребята остались с нами, играли, так вот, время 7 часов утра, значит, к нам заходят в комнату такие заспанные, те, кто ушли, говорят, а вы что, вы не ложились, мы, да какой у нас тут самое интересное, то есть на самом деле, действительно захватывает на несколько часов, особенно, когда групповой штурм, решение вашей задачи, то есть вот у меня, когда тренинги идут, или игра практики в Москве, то там как раз, чем хорошо еще вот это групповое сознание работает, когда мы одного, кстати, на тренинге у нас тоже так будет, то есть мы бросаем вопрос одного человека, да, и вот этим всем мозговым штурмом ему помогаем, и у него действительно видение с одной стороны, с другой стороны, с третьей, то есть так ты видишь свою проблему, только узконаправленную, да, а так ты видишь, с одной стороны человек увидел, и типа сказал, так, вот здесь вот есть причины, и как выход, с другой стороны, так, Алису Бан, да, да, и минус тысяч, или две тысячи, или две тысячи, или пять, или к ее карме, значит, смотрите, очень расширяет наше сознание карты, и действительно, оно выводит нас на главное, на решение я, это самая ценность большая, и так, значит, что нам нужно научиться, и начать, слушать интуицию, она главный путеводитель в работе, со своим подсознанием, научиться задавать правильно вопросы картам, вот это наиважнейшая штука, и когда, вот многие, кстати, кто коуч, хочет освоить этот инструмент, поставьте плюсик, кто давно мечтал, кто давно хотел, и вот не знает, куда пойти, какого мастера выбрать, какие, потому что, да, предложений очень много, на самом деле, вот, очень хорошо, значит, и вот как раз коучем, одна из главных самых составляющих, знаете, какая, вы, наверное, знаете, правильно научиться задавать вопросы, чтобы человек через свое сознание начал, понимать, собственно говоря, подвести его к осознанию той причины, вот, очень хорошо, значит, как раз через метафорические карты у вас получится это автоматически, вот, когда я начала, я думаю тоже, как же я психологом, как, вот, какие они вообще великие люди, как они умеют задавать, значит, вопросы, друзья мои, карты, это как раз тот случай, когда в легкой форме вы научитесь этому делать, это, ну, просто великолепный инструмент, дальше, научитесь растолковывать, нужно научиться растолковывать карту, чтобы понять ее смысл, а смысл карты, это всегда посыл от вселенной, да, чему человек, то есть, где затык, где ограничащая программа, и, собственно говоря, дальше-то еще делать, да, здесь всегда четкий алгоритм, смотрим первую причину, не убрав первую причину, вы дальше можете буксовать сколько угодно, это как, знаете, вот тот круг, который я говорила, да, это, знаете, как вот, как колея, из которой ты выбраться не можешь, потому что у нас есть нейронные связи, они четко у нас сформированы нашим опытом, и вот это вот, каждый раз, когда поскакивает наша реакция на ситуацию, да, по отношениям, неважно кому, как, у нас одна и та же идет реакция, ну, то есть, например, да, женщина, почему у одной и той же женщины, она вот идет замуж, до этого мужчина зарабатывал, он, значит, хорошо там, то есть не пил, она замуж выходит, он начинает пить, и перестает зарабатывать, садиться, потом она перестает терпеть, она уходит, значит, он опять начинает с другой женщиной, хорошо зарабатывать, и перестает пить, как это так? И это серийность, вторая жизнь с мужчиной, третья жизнь, четвертая жизнь, все то же самое, женщина с одним этим, мужчины разные, характеры разные, они все разные, но почему-то итог один и тот же, то есть, в итоге, эта женщина по определенным заезженным нейронным связям, по привычкам, она действует, реагирует одинаково, она не видит себя, а мы не видимся, почему говорят, в своем глазу соринки, то есть, брена не видим, но в другой соринке именно поэтому, потому что, вот эту нейронную связь, привычку ее трудно видеть, она как, знаете, болит на скорости 400-500 метров, проскакивает, мы и не видим, вот так. Потом, значит, очень важно научиться в картах, понять алгоритм своих действий, да, то есть, собственно говоря, что нужно делать, у меня всегда четко, вот, всегда человек выходит из карт, за сеанс, максимум это полтора часа, можно решить всегда запрос человека, если какой-то другой инструмент взять, регрессия, это долго, три часа бывает, бывает пять часов у нас рекорд, да, бывает там у нас техники, все равно как-то, ну, что-то там чего-то, карты, они объемные, это, как я называю, у меня даже игра такая есть, игра тренинга, это объем слона в 3D, когда мы со всех сторон смотрим, значит, на вот эту ситуацию, да, ты смотришь отсюда, отсюда, и ты понимаешь, что это слон, а не хвост, хобот, или что-то там еще отдельное, здесь картина полная, всегда мы смотрим прошлое, первопричину, всегда мы смотрим настоящее, что происходит на данный момент, а вам непонятно, в какой ситуации человек находит всегда будущее, и вот главное вытащить с помощью карт, ограничить установку программы, заменительный ресурс, это все делается, вот собственно говоря, вот это мы и делаем в картах, и вот просто я хочу показать результат моей замечательной студентки, которую она получила, пройдя вот этот курс по тренингу, даже, да, вот немножко плохо видно, да, ну вот давайте я просто зачитаю его, ну это просто великолепные результаты получились, вот у Светочки, фамилию Неверт, когда она, у нее была очень сложная ситуация с папой, тяжелой, тяжелейший инсульт, и в общем, знаете, коллапс по всем фронтам, да, когда она пришла, вы знаете, и вот девочка мне тоже еще на тренинг пришла, она пришла с запросом, у меня в голове будет вообще хаос, я не знаю, с чего начать, у меня такое ощущение, как будто меня навалилось вот так, у кого такое ощущение, вот да, вот это тоже, точно всем этим людям показано, разгрести вот этот хаос, вот, и когда мы вот как раз с помощью карт, и с помощью других техник, еще тоже мы используем где-то и визуализацию, я помогу не только, по металлическим картам работать, обучаться коучам, но еще вкраплять методики на ЛП, то есть мы это обязательно делаем, потому что не просто металлические карты, я как тренер, как психолог, педагог, я всегда обучаю полному комплекту, то есть как коучинговской системе, обязательно, вот, и человеку разгребли все кучи, когда мы все поняли, ага, алгоритм, вот мне сейчас тоже, сейчас я давно сделала запрос во Вселенную, чтобы ко мне пришла хорошая команда и самовыщиков, которые помогли мне развивать сеть, потому что сейчас все в сетях, да, до этого у меня вот так вот все было, одно на другое, столько всего мероприятий, как с этим справиться, все это нарастало, да, не хватало вот этой какой-то, каких-то вот этих алгоритмов, четких, когда профессионал тебе расставит, вот раз-раз-раз, вот, знаете, как в таблицу тебе все засунули, да, тебе первое, второе, третье, пятое, десятое, так вот карты метафорические, они ваш любой запрос, да, как это сделать, они это делают, а вот это, вот это, вот это, и по картам я, кстати, получила, они учат указывают, так, возьми профессионалов, да, сделай вот здесь вот этот шаг, сделай вот этот шаг, и тебе будет счастье, и вот тебе образ будущего, когда у тебя все хорошо, да, и вот этот внутренний страх, главное уходит, когда у тебя накатывается вот эта волна полностью, ты не знаешь, что с этим делать, вот это состояние безысходности, именно безысходности у нас один из вариантов разновидности рака, когда что бы ты ни сделал, у тебя ничего не получается, и как это сделать, главное, никто не понимает, по линии, вот той, которая там, типа по линии, тоже бан, друзья мои, переходим только по ссылке Диме Чеклицова, это наш модератор, все остальные, это спартер, камеры, которые ждут в ближайшее время, жуткое будущее, поверьте мне, вот с эзотериками, с теми людьми, которые общаются с более высокими сферами, такие шутки проходят редко, то есть, это все очень быстро возвращается к армическому, есть правила, правила, законы, высшей справедливости, и они их нарушают, друзья, мы берегите свою карму, вот уже сколько, пять человек, которые, собственно говоря, в ближайшее время, чего не получат, и так, мои родные, значит, смотрите, кому интересен этот курс, что я хочу сказать вам, если вы хотите жить без страха, если вы хотите жить в состоянии гармонии, баланса, чтобы у вас все было по полочкам, чтобы вы знаете, у вас был домашний психолог, чтобы вы были сами себе вот этим психологическим спонсором, как я это говорю, ясновидящим, у вас дома был оракул, вот этот домашний, вот освоите это как на уровне профессионала, и вы будете помогать другим, очень хорошо, очень хорошо этот инструмент осваивать для домашнего, то есть можно делать это в своем режиме, на самом деле, того алгоритма, которого я дала, его хватает, для того, чтобы хоть чуть-чуть, но когда-то я тоже на таком уровне была, когда любительском, когда я ходила с людьми, общалась, давала им какие-то рекомендации, что-то прочитаю, вот почитай эту книжку, а вот это сделай, что-нибудь и прочее. Но потом меня внутри все-таки вот это терзало внутреннее, хотело помогать людям очень мощно, очень сильно, и, собственно говоря, я прочитала одну классную книгу Виктора Пономаренко, замечательный такой у нас есть, психолог, он даже психиатром был, вот, и вот там одну фразу, которая подвела мне предназначение, после 40 лет я пошла учиться, и я вложила очень много средств для того, чтобы получить инструменты психолога, профессионального коуча. Значит, если тебе нравится что-то делать, сделай это своим, и у тебя от этого горят глаза, то есть как найти свое предназначение? Далеко, тяжелее идти по нему. Если тебе вот что-то нравится, то иди и сделай это на уровне профессии, и не важно сколько вам лет, 50, 40 лет, мне 60 лет, я говорю, в чем? Я говорю, это вашему скафандру, у меня была вот вчера на игротренинге, из Питера приезжала, женщина, которая, великолепная женщина, девочка Корлос, ей, уж не знаю сколько лет, ей много, ей за 70, вот, и она сейчас очень хочет донести свою методику людям, она помогает людям восстановить здоровье, но почему-то вот деньги не идут, вроде такое хорошее дело делает, то есть она сама восстановила зрение, и, собственно говоря, вот она хочет помочь людям, но как раз она хотела узнать, в чем затык, и мы как раз нашли очень много граничащих установок, которые, собственно говоря, сидели в ней, там из социума, вот это из Советского Союза, там вышла одна установка на другой, то есть настолько там вот этот был клубок, настолько карты четко показали, что она там, карта ей выпала, как она плывет на столе письменном, а как можно плыть на столе письменном, да, это нет, ну метафорично же там показывают, письменный стол, значит, на этом письменном столе, ну такой старинный, знаете, с тумбочками такой вот, из старины, там, значит, у нас есть холодильник какой-то, старый телевизор, как будто хлам, и вот с этим хламом, с этими ограниченными установками, с прошлого, вот на этой непонятной, вот этом, каком-то карыбе, кары, карыче, она, значит, плывет, пытается, значит, что-то сделать, и как раз нам показали, что нужно использовать новые технологии, как раз вот запросы во Вселенную, то, что я как раз обучаю на своих всех курсах, на тренинге тоже в этом, и, собственно говоря, мы там проработали несколько прям вот этих ограниченных установок, убрали, трансформировали в ресурс, все это как бы, это техники уже науки, я их тоже даю в тренинге на обучение, и она вышла оттуда с совершенно другим человеком, она, говорит, поняла теперь, что делать, потому что было непонимание, когда ты вот стоишь, и вроде нужно двигаться, и многие говорят, да, и закон развития, двигайся, а куда? А непонятно. И вот как раз карта дает нам это четкое понимание, Итак, онлайн обучение по МАК, чем хорошо? То есть, во-первых, оно начинается у нас 11 октября. Кто вдруг давно мечтал и хотел, друзья мои, это One Chance, до Нового года освоить уникальный вот этот инструмент. Вкупе я даю НЛП, вкупе я даю высшие законы, вкупе я даю психологические упражнения, которые помогают наше мышление выпрямить в сторону возможностей. То есть не негативное мышление, в котором основная часть людей находится, а в позитивное мышление выйти. Вот, хотим, друзья мои, идем, проходим по ссылке. Обязательно, значит, сейчас сделаем заказ. Если есть рассрочка, мы вам поможем для того, чтобы вы смогли действительно сейчас оплатить в ближайшее время. Там у нас несколько пакетов, и эти пакеты на самом деле очень хорошие, базовые, очень хорошие, значит, у нас все пакеты. В любом случае вы научитесь уже профессиональным, то есть там есть возможность просто дальшего роста, там очень большие бонусы, сейчас я расскажу, тот, кто берет пакет эксперт. Вот, то есть на самом деле я даю не только метафорические карты, а именно то, что помогает человеку стать профессиональным коучем. Причем мои методы обучения очень легкие. Вот все сложные какие-то законы мироздания я доношу простым легким языком. Вот точно таким же, как сегодня говорим. На курсе будет еще легче, если кто-то сомневается, как. И причем этот уникальный курс мы сделали с Димой дополнительно, потому что он востребован. Стоимость, сейчас расскажу мои родные. Значит, сейчас у нас идет пакет базовый, это 8 занятий, 12 900. Ссылочка у нас будет, значит, в ВК и в моих сетях, там у нас сейчас закреплена на страничке. Наверху проходите на саму ссылку по тренингу. Обязательно, кстати, нужно почту. Обязательно правильно напишите почту. Имя. Обязательно напишите телефон. Вам будут дозваниваться, и вам будут что-то объяснять. Обязательно правильно почта, чтобы потом уже обратную связь с вами иметь. Поплатить Диме. Только у нас Дима с этим разбирается. Не какие-то другие посторонние люди. Чтобы вы это знали, чтобы потом каких-то не было нюансов. У нас еще бывает Оля Сорокина, но это внутренние курсы. А с Димой мы непосредственно, вот это курс Оли Сорокина, если вдруг кто-то пойдет, тоже нормально. Но в основном это Дима. Запомните, запишите Дмитрий Чеплецов. Это продюсер и модератор нашего проекта. Пакет базовый 12 900 на сегодняшний день. Он будет в итоге стоить 18 900. Это 8 занятий, это 2 месяца обучения. Будет обучение раз в месяц. Давайте сейчас я вам покажу, сейчас я потом расскажу, какие там уникальные есть. В пакете у нас получается эксперт. Есть продвинутые 12 занятий. Это уже там работа у нас достаточно серьезная. Есть с зависимостями, есть с привязками, с страхами всех видов, с прочими серьезными проблемами, потери близких. В общем, все, что есть, все, что можно, с любыми ограниченными установками, любыми такими задачами, проблемами мы работаем. И эксперт, это там везде я даю коучинский инструмент, как работать непосредственно с клиентом, но в эксперте там расширено. И что самое интересное, значит, если продвинутые у нас 25 400 стоит сейчас. Подождите, наоборот я сделала. Увели, я ошибку сделала, друзья. Значит, 19 400. Хорошие новости. Не 25 400. Я, значит, когда делала, здесь ошибку. Хорошие новости, но и зато. Значит, не 25 400, как здесь синим, а зачетнутые. Вот 19 400 у нас продвинутый, а эксперт у нас 29. И что входит в эксперт? Давайте я вам расскажу. В эксперт входит. Такого вы не получите нигде. И сейчас еще один момент, чего вы не получите нигде, кроме как у меня. Значит, вы получаете бонусом два дня тренинга в Москве. Вы приезжаете, или вы здесь где-то рядом, и вы два дня отрабатываете практики вместе со мной. То есть там будет победитель, там будет торжественно произойдет вручение, сертификат обязательно все получат, и в онлайн режиме, и так. И отмечание вот этого события в ресторане. У нас всегда очень теплые встречи, когда ты уже несколько месяцев работаешь с ребятами, то, конечно, здесь всегда очень хочется встретить. И так-то бонусом это будет пакет эксперт, это будет тренинг двухдневный. И плюс еще какая штука. Вы получаете в электронном виде карты, и это мой метод работы по удаленке. То есть вы в интернете работаете. Столько, сколько вам надо. То есть не важно, близко клиент, когда ты думаешь, как же сделать так, чтобы можно научиться. Причем никаких дополнительных затрат. Если где-то там какие-то сервисы оплачивают дополнительно, здесь мы ничего не делаем. Заплатили за тренинг, за пакет, и вот столько, вот он с нами. Значит, столько и все. То есть вы получаете достаточно очень много. Плюс электронные колоды больше 12 штук. А это если каждый колод, например, у нас стоит 300 рублей, то, соответственно, посчитайте, минус 3600, это будет еще дешевле. И самое, что интересно, друзья мои, смотрите, вы получаете безграничный доступ на... Вы получаете результат в любом случае. Как? То есть вы, если захотите, даже можете с нами заключить договор. Договор юридический. Это когда вы получаете в любом случае, значит, в любом случае, значит, результат. То есть вы можете бесконечно ходить на этот курс следующего потока. У вас не получилось в этом потоке, а вы приходите на следующий. Они у меня повторяются как минимум раз в год. Но они востребованы, я думаю, что они получают чаще, два раза хотя бы в год. Соответственно, не получилось, вы идете на второй поток. Это действительно уникально, и такого мало кто дает. Мало того, вы приезжаете в Москву, и плюс вы еще обязательно получаете результат, гарантия. Но вот здесь стопроцентно. Здесь даже вот не в первом потоке, так в следующем вы его получаете. И вот здесь, конечно, это очень ценно. Значит, комплексный подход, как я говорю, коучинг, клиента, многочисленные инструменты, психолога. Здесь я даю и технику НЛП. Конечно, не в таком объеме, как на базовом курсе НЛП. Но в любом случае, какие-то основные вещи, как перейкорить человеку, вот эти ограниченные установки какие-то, якоря и снять, и сделать, поставить новое. Работать возможности, еще раз напомню, в интернете. Получается обязательно мастер-класс мой индивидуальный. Значит, смотрите, моя стоимость консультации сейчас выросла до 10 тысяч в час. И это не от того, что я там очень хочу много денег. На самом деле, деньги для меня средства. Для того, что у меня время очень ограничено. Оно очень ограничено. И здесь я всегда говорю, одна консультация ничего не решит. То есть есть системные пробои у человека, как канализация, знаете, прорвалась в разных местах. Так, у нас сейчас, давайте я завершу ВК. Друзья мои, кому интересно, проходите по ссылке, которая закреплена выше, и вы обязательно будете с нами вместе, значит, на нашем вот этом замечательном тренинге. И очень важно, завтра приходите на наш, на наш вебинар в 19.00. Мы будем работать с самооценкой. Всем пока. Я благодарю вас за то, что были с нами, за то, что работали. Увидимся завтра в 19.00. Приходите, будет еще интереснее. Всем пока. Всех обним. Поставьте лайк. Поделитесь обязательно вот этим видео с другими, потому что кому-то это очень нужно. Всем пока. Так, ну что, друзья мои, сейчас я хочу что сказать. Сколько занятий в неделю? В неделю всего лишь одна очень комфортное занятие. То есть мы занимаемся с вами раз в день. Ой, раз в неделю. Значит, раз в неделю у нас там мы выбираем день. Я не помню, по четвергам у нас будет. Это будет приблизительно у нас. В 19.00 по Москве будет круглосуточный чат обязательно. И там вы общаетесь с ребятами. Там потом я показываю, значит, технически, как работать друг другу по скайпу и по работе. Значит, по интернету там будет скайп-интернет. То есть разные там технологии. И вы будете отрабатывать практики. Я показываю мастер-класс, даю теорию. И причем те первые, кто оплатит у нас вот сейчас, в ближайший час, они сразу записываются. Дима, очень важно, запиши, пожалуйста, всех на мастер-классах. То есть ребята, которые оплачивают, в первую очередь идут у нас на мой мастер-класс. То есть они в первых рядах. И они там реально проходят мои методики, мои мастер-классы. Вот если так, 10 тысяч моя одна консультация. И некоторые люди действительно приходят ко мне, разрешают какие-то серьезные задачи. Платят, ну, там, как минимум полтора часа нужно. Это просто консультация. И, например, три часа регрессии. Да, 30 тысяч. А здесь, представляете, за 12 900, получается, базовый пакет. Это как, ну, чуть больше моей консультации, часовой. Представляете, насколько это выгодное предложение. И вы можете попасть там на мою консультацию. Вы можете бесконечно ходить на этот курс. Да, в пакете эксперт вы 14 занятий, вы проходите, это 3,5 месяца будет. К новому году вы выйдете совершенно другими. Да, да, у нас 4 дня безоплатно. Завтра, послезавтра и 11 числа первый открытый урок. Мы познаем себя, будет безоплатно. Вы еще поработаете, обязательно получите много ценного. Но если вам, вот смотрите, кто вот очень хочет, вот реально, ну, у вас почему-то что-то вам мешает. Вот кто хочет, давайте, вот реально хочу, хочу, да? Очень хочу. Кого заинтересовало вот это вот интересное предложение? Так что действительно, друзья мои, вы этого не найдете. Вот пока я еще не видела. Я уж не говорю про то качество, которое я даю на всех своих курсах. Так, очень хотим. Очень хочу. А вот идете или нет, что вас сдерживает? То есть кто хочет, а не получается? Что сдерживает? Напишите, пожалуйста, что вас сдерживает? Так, средства, мешают, сомнения. А сомнения в чем? Леночка, в чем сомнения? Давайте сейчас прямо вот расскажите. Сейчас любые сомнения какие-то я для вас... Кстати, это знаете, опять же, как вот понять, мое, не мое? Во-первых, можно раскинуть карту. Во-вторых, ощущение интуиции. Вот кто хочет и идет уже, молодцы. Первый, кто запишется, все у нас уже в списке будут со мной работать. А вот у кого, смотрите, мое, не мое. Подача вам, ну, важно всегда, когда вы смотрите, вот идти, не идти кому-то, да? Я вас очень понимаю, да? И всегда нужно смотреть, как откликается душа. Подача мастера, энергетика. Просто я понимаю, вот это мой мастер, а вот это не мой мастер. Вот я понимаю, что не нужно, да? Вот это лучше идет, так пойду я туда. То есть это, опять же, интуиция, внутреннее вот это состояние. Ага, Леночка, не понимаю образы, когда говорят, идем, видим. Ага, ну здесь я не совсем поняла, в чем сдерживающая сила. Те образы, которые в картинках, вот здесь уточним, или как? Так вот, как раз, чем уникальность моего курса? К концу курса, как минимум, через три месяца, или хотя бы первого базового, два месяца, вы все разобьете свои каналы чувствительные. То есть кто не видит, будет видеть. А у кого там сложности с интерпретацией, с толкованием, вы образное мышление развиваете. Вы развиваете правое полушарие. А это важнейшая штука у нас, у многих, у логиков, это вообще закоксованность здесь. Здесь у вас развивается, с одной стороны, вы сознание немножко, как бы, опускаете, а подсознание выходит на второй мере. То есть на первое место сознание, на вот эти вот балансы. Обычно у людей, у логиков особенно, да, кто с интуицией не дружит, у них вот дисбаланс на первом месте сознания. Да, а вот здесь вот выравнивается как минимум. То есть у вас хорошо начинает работать правое полушарие. Это работа творческого мышления, это работа ассоциативного мышления. Это работа, которая подсоединяет вас к космическому полю базы данных. Вот таким образом, в любом случае, вы обязательно разобьете это. И все будете считывать, как орешки считают. Если вы будете работать. Не бывает чудес, если человек просто сидит и ничего не делает. Потихонечку, шаг за шагом, вы разобьете любое умение. Так, ты мой мастер, а средства утекают у Аленочки. Так, очень хорошо. То есть у многих, у многих, значит, как раз держащая сила, это финансы. Так вот, друзья мои, для вас есть особое предложение. Сейчас я это сделаю. Вот значит, кто хочет-то? Деньги, да? Деньги, ну вот. Деньги, да. Лень, повседневность, суета, нехватка энергии. Это, друзья мои, кто хочет лежать? Юрий, лежим. Не надо развиваться, лежим. Лежим, ждем, когда заставят. Все нормально, все хорошо. Время вселенной подправит, как я говорю. Потому что главный эволюционный закон – это развитие. Время убегает, люди стоят. И, соответственно, потом будет очень интересно. Все подправят сверху. Кто хочет? Хотим, да? Так вот, для вас есть особо такое интересное предложение. Что мы делаем? Значит, алгоритм заявки на розыгрыш. Сейчас я расскажу, значит, кто выиграл. У нас был один уже розыгрыш. У нас безоплатное место. Одно уже сейчас, чуть позже разыграется. Тот, кто оставил заявку. Теперь, что мы делаем? Сейчас Дима Чеклецов скидывает ссылку. Сейчас я проверю, чтобы все было у нас очень хорошо. Да, да, все. Значит, проходим по той ссылке, которой сейчас Дима. Вот она, вот она ссылка. Что мы делаем? Мы проходим по ссылке. Это для тех, кто хочет попасть на мой курс безоплатно. Проходим по ссылке. Ставим лайк под вот этим постом, по которому вы прошли. Там у нас первый пост, который закреплен. Вот это первый. Не ниже, не еще первый. Ставим лайк. Делаем перепост и закрепляем его на своей странице. Без этого мы не будем учитывать. То есть мы будем считать по перепостам. То есть кто сделал перепост, закрепил у себя на страничке до 11 числа. Вот есть такие условия. Друзья, если они не выполняются, соответственно, если не можете их выполнить, то просто тогда не идите на этот конкурс. Пишем три пункта в комментариях под постом. На занятие я взял ценного вот этого. На занятии я осознал, там у Полины Соховой вот здесь на вебинаре, у МАК, значит, вот это. Значит, я буду применять это к жизни. То есть как я буду применять к этой жизни. То есть три пункта, которые вы должны написать. Это нужно прежде всего для вас. Ну и, конечно, это маркетинговая штука, которая поможет нам донести до людей вот этот замечательный инструмент. Здесь, что уж, как говорится, всем будет хорошо. И тем людям, которые случайно увидят это и придут к нам, и, соответственно, вы имеете шанс и донести, кстати, миссия ваша интересная. Вы доносите до людей интересные инструменты, материалы, которые знания, которые могут спасти их жизнь, которые могут улучшить их жизнь. До какого срока это сделать? Прямо сейчас, с сегодняшнего момента. И, соответственно, до 11-го числа у вас должно быть висеть на вашей странице перепост. Мы прямо вот на моей страничке потом всех этих людей посчитаем. И мы будем разыгрывать. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый. Будет 20, будет 30, будет 40. Мы возьмем вот так. И, собственно говоря, мы его разыграем случайным, рандомом. И у вас есть возможность выиграть пакет «Эксперт» в 36 900. А розыгрыш когда? 11-го. Будет 11-го. И сейчас будет розыгрыш еще тех, кто уже давно увидел у меня на страничке, значит, объявление, и кто написал просто под постом, зачем я хочу пойти на этот курс. Кстати, можете тоже еще написать, зачем я хочу пойти на этот курс. Это еще, может быть, каким-то образом приблизит вас к вот этой замечательной новости. В другой момент. Те, кто, например, заказал этот курс сейчас, и вдруг думает, ну, может, я выиграю. Да, вполне это возможно, нормально. Но, друзья мои, те, у кого есть средства, все-таки вам желательно уже оплатить пакет. Для чего? Если вы оплачиваете и выиграете, мы всегда вернем вам деньги. Это вообще классно, бонусом будет. С другой стороны, почему? Если сейчас вы захотите, и сейчас, знаете, такая мешок, ой, а вдруг выиграю, а вдруг выиграю, да? Побежали, мне оплатили сейчас первый у нас пакет, а у нас же цена поднимается, то есть завтра она будет уже, какая у нас, 12 часов на нуля она поднимается, она будет другая. Вот, соответственно, вы можете упустить эту возможность, и, собственно говоря, те люди, которые первые оплатят, они будут у меня в списке первых местах. Значит, условия, так, вот здесь, очень хорошо. Писать пункты, ну, можно просто первый, второй, то есть на занятии, ну, можете, вот, главное, напишите вот ответы на вот эти пункты. Угу, хорошо. Значит, друзья мои, очень важно выполнить это, вот эти пункты, потому что, еще раз говорю, мы, если вот они будут каким-то образом не учтены, мы не будем, тогда вы не входите. Вот потом, можно сказать, обижаться на внимательность на себя только можно. Все поняли? Поставьте плюсик, я понял условия розыгрыша. И кто-то выиграет, кому-то это очень понадобится. И сегодня мы сейчас сделаем розыгрыш уже пакета эксперт 37 тысяч почти. Представляете, как здорово. И два счастливчика сейчас по моему каналу узнают какую-то очень важную информацию для себя. То есть, если есть желание, если есть средства, друзья, бегите. Стоимость, знаете, я вам еще раз слайдик сделаю, покажу. Стоимость у нас 12908 занятий. Вы станете экспертом. Вы получите сертификат. Вы получите тот инструмент, который каждый день будет вытягивать вас, как, знаете, волшебством из всякого вообще. Низы, бедлама и прочие какие-то вещи. Вот все, есть волнение, пошел, раскинул алгоритм, получил, все понял, все хорошо. Всего лишь 12900. Как я говорю, это чуть больше часа моей консультации. Второй пакет продвинутый. Это более, значит, вот 8 за это занятие, да, 12 за это, 12 занятий, это 3 месяца. К Новому году вы станете лучшей версией себя. И, главное, вы станете экспертом. Хотите вы, не хотите вы, вы будете профессиональным коучем. Для себя, для домашних, для, особенно, кто хочет работать с людьми профессионально. Это вообще, ну, сейчас просто, можно сказать, знак свыше вам, судьба. Ну, пункты можно, давайте сейчас, значит, обязательно еще раз говорю, кто сейчас заинтересовался, проходим по ссылке. Значит, обязательно почту правильно указываем, телефон правильно указываем, друзья мои. Сейчас я еще раз расскажу, где лайкнуть. Вот, все делаем правильно, заполняем поля, потому что вам потом созвонится с вами, да, наша техническая поддержка. И обсудим все какие-то вещи, если у вас интересует. То есть все данные нужно указывать обязательно. Проходим, чем быстрее вы это делаете. Завтра стоимость поднимается. Насколько мы специально не говорим, вам будет секрет. Да, она будет, она будет высокая. И очень важно, я расскажу на третьем вебинаре и на открытом уроке за этим курсом, кто почувствует душой, что это его, стоит очень большая миссия. Какая? Пока секрет. И вот те, кто прочувствует, сейчас без всяких колебаний идет, и у кого нет денег, вы еще можете до 11 числа спросить у Сирены, и поверьте мне, она вам даст эти деньги. Вот, кстати, я рассказывала про эту женщину, которая у нас из Питера приехала, она говорит, Полина, я тебе очень хочу денег 300 рублей. Я говорю, ну да, там нужно хотя бы за игру суммой плюс антикафе, там нужно сумма небольшая. Она говорит, ну я, я говорю, хочешь, я в рассрочку тебе дам саму игру, ну, за кафе ты сама заплатишь, там немного. Она говорит, да, давай так. Она только сказала, да, причем, говорит, у меня вот там сложности там с дорогой, сложности это, говорит, я хочу, все. Это я и хочу, решила, все. Говорит, Полина, как это делать, я не знаю. Говорит, у меня клиентка нарисовалась, мы с ней поговорили, в общем, она платила, и говорит, у меня деньги есть на игру. Так что и вам они придут. Вселенной выгодно ваше самосовершенствование, чтобы вы действительно стали здоровой клетчей космоса, и уже, собственно говоря, помогали другим людям обрести это же состояние. Поэтому ваша задача сейчас это пройти по ссылке, все зафиксировать, если есть возможность сделать заказ. То есть заказ-то сделать всегда, значит, запросить, если нет, какое-то время, промежуток, значит, естественно, мы ждем, но стоимость, она сейчас фиксируется. Но в любом случае она у нас поднимается 12 часов, если вы сейчас, ну, как бы еще думаете. Опять же, я говорю, думать всегда нужно. Всегда нужно смотреть по ощущению души, хочется, не хочется, вот эти, вы знаете, вот эти внутренние терзания. Но все ребята, которые действительно пошли, они решились на вот этот шаг, они не только не жалеют, они благодарят, они благодарят, что действительно они выбрали именно тот инструмент и именно того мастера, которого давно они хотели. Поэтому, друзья мои, ваш выбор здесь всегда решает все, каким путем двигаться. В любом случае, не в этой жизни, а в следующей, мы, можно сказать, придем к тем состояниям гармонии, которые нас поталкивают сегодня вселенной. Так, Ника, я не могу почему-то написать пункты эти на своей странице. Вы можете, смотрите, как сделать. Давайте сделаем так. Значит, если на своей странице не пишутся, мы их пишем на моей странице в комментариях под этим постом. Но мы будем все равно смотреть, значит, чтобы вы закрепили у себя и поставили лайк и закрепили, сделали перепост. Отлично, отлично, молодцы, молодцы, браво, молодцы, очень хорошо. Так, ну что, дорогие мои, значит, все, мы здесь этот слайдик переключаем. Обязательно пишем под ними, значит, комментарии у меня или у себя, что вы осознали и поняли сегодня здесь, да. И, собственно говоря, мы сейчас объявляем розыгрыш. Розыгрыш, Димочка. Дима, напиши, пожалуйста, кто у нас выиграл наш замечательный курс. Кто это? Это у нас замечательная девушка. Замечательная. Она, знаете, я сейчас расскажу, значит, как еще я выбирала. Потому что не просто так. Так, сейчас. Это у нас Маруся Грекова. Если Маруся здесь, мы вообще сейчас будем ее поздравлять. Почему, почитайте, по-моему, я не знаю, мы убрали или не убрали Маруся Грекова. Грекова Маруся здесь или нет? Маруся, если здесь, прямо давайте быстренько, быстренько. Если нет, соответственно, мы ей напишем. Так вот. Я, наверное, это потом завтра зачитаю. Почему именно она? Она уникально написала. Ее случайно привели. То есть получилось так, что она не удалила ссылочку. Она, значит, ту, которая пришла с моей рассылки. Да, мы ее поздравляем. И она как раз ее знаками привели к пониманию того, что она хочет пройти этот тренинг. Здесь она... С чем поздравляет? Мария Грекова выиграла 36 900 рублей в эквиваленте тренинга. Я поздравляю. Маруся. Да, 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 да. Здорово? Маруся, как вам ощущения? Я выбирала, конечно, не рандом, я выбирала именно по комментарию, как человек написал. И именно знаками его вывели сюда, а не просто так. И привели его. И долго ввели сюда. Его ангел-хранители. Так, где она, Мария? Где у нас Маруся-то? Где ее состояние и ощущения? Так, сейчас пока она приходит в себя. Я сейчас, значит, двух счастливчиков еще выберу. Для того, чтобы рассказать о их главной задаче. Сейчас я сначала генератор случайных чисел. Здесь мы уже, конечно, будем генерировать. Сейчас я скайф подкрою. Так. Сейчас я посмотрю, сколько у нас народу. По человеку у нас записалось. У нас 92 человека. Вы еще тоже можете записаться и сегодня, и завтра, значит, написав Дмитрию Чеклицову на почту о том, что вы хотите быть в числе счастливчиков двух человек после конца вебинара. Вот сейчас я, значит, так, сейчас еще раз. 92 человека. 92 человека. Ну, мы будем разбирать тех, именно кто здесь есть. Значит, я сейчас генерирую цифру. И у нас цифра 4. Значит, цифра 4. Смотрим по цифру 4. Так, сейчас один момент. 4. У нас Жанна Будько. Есть ли у нас Жанна? Здесь это первая у нас, значит, претендентка. Сейчас дайте я запишу. Сейчас сразу вылетает. Смотрим, что у нас в игроку. Замутку. Генерируем еще одну цифру. 52. И у нас смотрим сейчас один момент. 52. 52. Это у нас Наталья Павлова. Есть ли у нас такие замечательные здесь девушки? Эх, я не Жанна. Значит, есть ли у нас Жанна Будько и Наталья Павлова? Вот бывает дело, это потом Элине почему-то не доходит или почему-то там срывается. Есть, поставьте плюсики, если здесь кто-то у нас есть. Ирина Петрович. Ну где Наталья? Наталья не знаю. Павлова. Где Наталья Павлова? Если сейчас не объявите в течение двух минут, мы будем опять по-другому. Потому что если нет человека, тогда смысл его. Как я его запросто... А мы здесь. Мы здесь, да. Мы молодцы. Да, я думаю, что в следующий раз мы вообще будем, ну не вы, то тогда, наверное, в другой тренинг, потому что люди записываются. Значит, нету, да? Нету. Мы ждем. Так, иду, да. Генерирую новое число 5. Так, интересно, кто у нас под пятым номером. Под пятым у нас идет... Сейчас, мы узнаем. Смотрите, как интересно, 4-5, да? Лидия Григорьева. Есть у нас Лидия. Поверяем цифру 5. Второй, то есть заход. И вторая цифра у нас идет 56. 56. Лидия Григорьева и... Людмила Редичкина, Редичкина, Людмила Редичкина. Людмила Редичкина. Есть такие у нас девочки? А, Мария, бывает совпадение? Вы оставляли комментарий под розыгрышем. Так, Людмила, вы... Нет, ну им так повезло. Где же они? Дима, уточни, пожалуйста, у Марии. Это не совпаде, потому что Маруся, вдруг это не она. Еще такие нюансы бывают. Кто там? Значит, еще раз говорю. Значит, номер у нас 56. 56 это Людмила Редичкина. Есть ли у нас Людмила Редичкина? Вот я говорю, нужно выбирать среди тех, которые есть в следующий раз. Есть ли она у нас? По-моему, кто-то что говорил. Вот Людмила Нэнэ. Это она или нет? Редичкина или нет? Людмила просто... Я понимаю ваши шутки, друзья мои. Значит, и еще у нас был пятый номер, пятый номер, пятый номер, пятый номер. Лилия Григорьева. Лилия, да. Лилия Григорьева. Я по взлой людям, но нет. Вот так очень часто бывает. Так, ну что, нету, да? А, все, Людочка есть. Очень хорошо. Значит, второго человека сейчас выберем и разбираемся. Так, Люда. Люда, пишем пока свой запрос. Мне очень нужен ваш запрос. Что мы хотим узнать, да? Следующего человека генерируем. 35. Идем и смотрим, кто у нас под номером 35. 35, 35. Тамара Леникова. Есть Тамара? Так, смотрим. Да, мы поздравляем, учимся радоваться. Тамара Леникова. Есть ли у нас Тамара, 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 Тамара Леникова? Так. Ждем какое-то время. Давайте еще сгенерируем число. Если сейчас Тамара появится, значит, она будет. Если не, значит, будет у нас следующий. 59. Чтобы не ждать. 59, 59, 59, 59. Анна Ларионова. Есть ли у нас Анна Ларионова? Ага. Алена есть. Так. Я Ира, но могу быть Тамарой. Да, да, да. У нас всегда начинается такие интересные. Анна Ларионова. Анна есть? И Анна нет, да? Анна, Аннушка, Аннушка. Так, еще раз генерируем. 9. Ну, сейчас все равно попадем куда-нибудь. 9. Мне это не нравится, вот эта система, то что-то, ну, его менять. Валентина. А, Валентин. Хребтенко. Так, есть ли у нас Валентин? Мужчина попался. Так. Валентин Хребтенко есть? Походу нет, да? Бывает в засаде сидят. То есть в окопах какая-то, звание. Так, ну что, Валентина нет, да? Следующая. 74. Так, ну, надеюсь, давайте уже, друзья мои, ну, что ж так все время как-то. Алена Казанкова. О, подождите, нет. Котельникова Елена Владимировна. Я прошу прощения. Ну, тогда уж рядом есть еще раз. Значит, 74. Это Елена Владимировна Котельникова. Елена Владимировна Котельникова. И, значит, если что, 73, это Алена Казанкова. Так, сейчас смотрим, что, сейчас, подождите, не вижу, что происходит. А, госячит сегодня, выбираем с отсутствующих. Звук прерывается. Так, ой, девочки, веселушки они. Так, ну что, и что, и нету, да, и не угадываем никогда. Татьяна. Татьяна Бу. Елена была. Владимировна Котельникова. И Алена. И Валентин. Во, до Марии дошло. Я только сейчас поняла, что произошло. Впервые в жизни. А звука нет по-прежнему. Люди добрые. Ух ты, мало слов, огромная благодарность. Машеньки. А, я поняла, у нее нет звука, что ли? Или как она? Как она смотрит? Какая волшебница. Вот, ничего не видит, не слышит. А вот сидит, и вот какая молодец. А, вот прям радует за таких людей. Вот ей не просто так. Впервые в жизни. Вот они, чудеса. 59. Ну, наконец-то мы ждем чудо. 59. И надеюсь, что сейчас чудеса случатся. Анна Ларионова. Есть у нас Аннушка. Еще одна. Что-то на Аннушек везет. Анна. Анна Ларионова. Да, мы рады очень. За Машиным успехом. Так, Анна Ларионова. Есть такая? Еще. 44. Грицко, Кирилл. Где они все? Возьмите меня. Ирина Петручук. Это точно судьба. Ладно, все, Ирину беру. Вот судьба, раз судьба. Все, Ирину беру. Ну, что здесь сколько нужно? Ирина. Так, все, вот пока Ирину взяла. Значит, мы просто менять будем систему, и действительно, те, кто остается, те вот тогда и заслужили. Ага, у Маши даже жалко стало. Все, отлично. Значит, первый у нас идет... Люда, да? Людочка с запросом. Лиза. Лизу мы не говорили. Эх, я тоже хочу. Друзья мои, сделаем запрос. Возможно, мы завтра сделаем... Посмотрим, обсудим, как это сделать. Потому что, видите, мы долгое время... Так, все, Людмила, можно узнать, почему дочь сильно заболела. Вообще, на самом деле, очень серьезный вопрос, Люда. Значит, смотрите, сколько дочери лет? Сейчас, чем больше вы мне информации дадите, так, ну, понятно, что у вас свой там какой-то этот вопрос. Ну, то есть, может быть, вы волнуетесь, как 27 лет, а? Да. Можно диагноз? Потому что я тогда расширенно вам дам. Чем больше вы мне дадите расширенной информации, тем, соответственно, будет. Вышло две карты по одной стихии. Это связано, опять же, со высшим... Со связью с высшими духовными силами. Со связью, может быть, сказать, с Творцом. Значит, смотрите, есть две информации. То есть, сейчас вот я говорю, сейчас я работаю с картами. Карты... Карты – это диалог со Вселенной. Это вот такие специальные энергетические карты. Значит, с одной стороны, это... Вот здесь вот прям информация. То есть, берешь запрос, ставишь и, собственно говоря, потом получаешь расшифровку. Это я получала эту информацию из тонкого плана, писала. А вот это рисовал их наш художник-биоэнергетик, который, собственно говоря, переводил вот этот текст в вот эту картинку, в эту энергию. Это энергия. Энергетический портал, который поможет человеку разрешить вот этот вопрос. Ага, значит, удалили какое-то уплотнение. Значит, смотрите, здесь следующее. Здесь все связано с... То есть, это идет поиск духовности. Ну, как мне сейчас это идет. То, что ей идет сейчас, это... Возьмите то, что вам нужно, а остальное, как говорится, не ваше. Если тогда, это мы просто отметаем. Есть два варианта. Первое. Ей, значит, прям четко вышла такая информация. Это новая возможность. Через эту болезнь придет новая возможность. То есть, это... Сейчас очки не взяла. То есть, кажется, что это какая-то... Что-то плохое, но за этим стоит очень большой замысел глубины. И причем это приведет к ее новой возможности, если она правильно отреагирует на это. Если она правильно из этого возьмет опыт, если она правильно, как бы, ну, без страха примет эту ситуацию, то это перейдет в новую возможность, которая ей расширит возможности. То есть, это нужно первое. Второе. Свобода воли в этой ситуации. То есть, сейчас выбор за ней. То ли она как раз вот со спокойствием примет эту ситуацию и будет дальше как бы смотреть, развивать себя, да. Потому что сейчас мало того, что ее... Слушайте, вообще шикарные... Давайте я пример расскажу. У меня в регрессии была позавчера. И ко мне обратилась моя студентка, и у ней... Пришла ко мне с раковым заболеванием на мой годовой курс. То есть, у меня как школа парапсихологии, она идет 11 месяцев. Металлические карты один из них. И она пришла с запросом... Ну, как пришла? Она смотрела мои вебинары, она очень талантливый человек. Я увидела, как она здорово пишет стихи. И я говорю, слушай, то, что ты... Она один раз написала очень огромный, большой стих, когда она посмотрела, значит, мой вебинар. И мне прислала его. И я понимаю, что она... Ну, как бы ей немножко подучиться с внушениями, с правильным доносением мысли, дать ей эти знания, чтобы она через вот это творчество, через вот этот посыл она развивалась. Я взяла на курс ее безоплатно. Оказалось, что у ней рак был. То есть, она очень много с этим работала. Там как бы немножко вот ситуация такая была в режиме замирания. Потом у нее опять обострился, значит, рак. То есть, она получилась у меня какое-то время. Потом опять обострился рак. А потом у ней прошло все. И вот она мне недавно опять пишет. То есть, знаете, такая вот рецидивы такие, да? Третья стадия. И вот, значит, она мне тут недавно пишет. Полина, в общем, опять меня нашли метастазы уже в костях. И вообще это очень неприятно. Я не знаю, что делать и прочие какие-то вещи. Но мы с ней поработали. Там было... Никак она не могла отпустить человека по отношениям. Вот. Год, как, значит, когда она заболела, ну, она с ним второй раз, и он ее бросил. Ее бросил. И так все получалось, что она никак не могла понять, как так можно в таком состоянии человека бросить. То есть и претензии, и обиды, и прочие вещи, да? Вот. Там, когда мы сходили на тонкий план, когда на совет мудрецов сходили, все, в общем, причем и по картам мы тоже могли бы поработать. Ну, вот в данной ситуации просто это более глубинные такие техники, с привязкой работают. И когда, значит, мы с ней проработали, мы полностью там, действительно, она отпустила, значит, своего вот этого возлюбленного бывшего, то есть привязки там убрали, все, в общем, сделаю, все очень хорошо. Вот. И она была очень свободна и счастлива. Ночью я снится сон, что, значит, приходит к ней вот этот ее бывший возлюбленный, говорит, спасибо тебе большое за то, что ты меня отпустила. И они на тонком плане друзья, значит, там душами общаются, все очень хорошо, свободно, все замечательно. В общем, ну, вот прям классно, идея. Она идет на следующий день в больницу сдавать, значит, анализы. Ну, или как получать, она сдала повторные, что ли, анализы там. По-моему, повторные анализы. А, нет, она, значит, пошла к своему лечащему врачу. А у нее уже как месяц, значит, опять вот ей сказали, что у нее метастазы. Она приходит к врачу, ну, вся трясется, чего, как. Опять все эти процедуры, химиотерапия и прочее. И, друзья мои, и врач ей говорит, а у тебя, говорит, нет рака. У тебя, говорит, там метастазы нету, и ты, говорит, просто перепутали анализы. В каком она восторге была, вы не представляете, когда человек прошел два раза рак. И когда она поняла, зачем ей нужно было вот это вот спутывание анализа, то есть она целый месяц ходила в этом состоянии. Она думала, что сейчас у нее развивается опять рак по-новому. Да, это, конечно, с одной стороны испытание. С другой стороны, если бы не вот эта ситуация, она бы не отпустила вот этого человека, который вот легко сейчас своим делом занимается. Она идет свободно по своей жизни. И, собственно говоря, вот здесь вот тоже выбор дочери стоит. Не знаю, почему я это сказала историю. Возможно, она очень может пригодиться. Свобода воли. То ли отпустить ситуацию, по которой у нее была, собственно говоря, эта опухоль. Опухоль – это всегда уже наше внутреннее терзание, чувство безысходности, чувство каких-то претензий, обид и прочее. Это уже вылезло на уровне физики. То есть сначала это формируется на тонком теле. Вот. И сейчас у нее выбор стоит. То ли она примет это с большой благодарностью, эту болезнь, и перейдет в другую стадию развития, прежде всего, сознания. Вот. И, собственно говоря, вот так она выйдет. То есть за этим стоит глубинный замысел. Нам, нас подталкивает к духовному самосовершенствию. Вот она и есть причина. А вот уже более глубинная причина, там нужно разбираться уже с самой дочкой, что она там, кого не отпускает, ситуацию или человека, или просто у ней какой-то ступор и очень серьезный. Или, может быть, она просто уперлась. То есть здесь вот какой-то идет вот это. Так, ну что, значит, мы вот здесь по люди, я тогда все. Все. И сейчас у нас второе. Напомните, кто у нас там, кого я счастливчики-то записала. А то у меня тут уже столько всего-то написала. Кто у нас? Так, Ирочка, да? Петричук. Очень хорошо. Ирочка, запрос, запрос, пишем запрос. Мне нужен запрос. Да, 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 друзья мои. Значит, кто хочет на курс, идем, оплачиваем и уже в ближайшее время мы с вами встречаемся, уже начинаем работать в 11 числа, первое занятие. А кто у нас хочет еще с средствами, что-то у нас как-то непонятно, во Вселенную запрашиваем. В ближайшее время, если вам нужно быть у меня, вы будете. Вот, в любом случае сделайте заказ и сделайте перепост, сделайте все возможное, купите билетик. Так, Ирочка пишет. Значит, у меня есть намерение по своей жизни, в правильном направлении я иду. Значит, мы тогда смотрим направление, значит, ваше направление. То есть, сейчас я, смотрите, запрос такой делаю для карты, это очень важно. Значит, для Иры, Петричук, я смотрю ее направление, куда ей двигаться, на что ей обращать внимание. Так, и вот у нас. Ну, вообще, на самом деле, здесь ничего такого нового. Хорошая карта, называется она «Смотри в душу». У человека в сознании пятого измерения нет сомнений блоков, ограничений. Вообще, мозг – это орган ограничения. В голове есть много ограниченных шаблонов и стереотипов. Например, кто-то тебе, ну, здесь я пример не буду приводить. Здесь очень важно вам обращать внимание, даже девиз этой карты. Я спокойно и в равновесии принимаю ситуацию и реагирую на действия людей. И когда вы смотрите, то есть, вам поможет в вашем направлении идти, во-первых, нужно смотреть душу по ощущениям. Так, вот я, например, четко знаю, да, вот иду, если, да, я знаю, там, то ли мне дискомфорт в душе, да, то ли нет. Единственное, что бывают наши инстинкты, то есть страхи какие-то, да, вот эти страхи выдают за какие-то это. Здесь нужно разделить вот наши вот эти интуитивные чувства, невидения этой дороги. Когда действительно душа хочет, да, хочу, так классно, здорово, но есть страх, ой, я побаиваюсь. Это наше физическое тело боится вот этого будущего, чего у нас, собственно говоря, и будет, да. Давайте еще сладик переключу, может еще кто-то там у нас присоединится. Пусть пишет. Вот, поэтому в первую очередь нужно разделить наши вот эти инстинкты, которые боятся. Второй момент, нужно нам обязательно, значит, слышать нашу душу, развивать вот эту интуитивную чуйку, да. Можно даже активировать внутри себе компас. Когда вот этот компас тебя будет, может быть, даже завтра мы сделаем технику, активируем внутренний компас по интуиции. Приходите, вот завтра будет интересно. И девиз, вот здесь еще такой следующий момент в этой карте вам говорит о том, что, значит, нужно, когда на банавшем пути вы уже будете идти, нужно смотреть на людей не просто как на личности, что они встают на вашем пути как препятствие, а как души к душе. То есть это очень важно. Когда вы будете понимать, что во всем есть глубинный замысел, зачем-то этот человек вам встретился. То есть нужно смотреть не на личность этого воплощения, а в душу этого человека. Что это как учитель пришел вас обучить. Вы ему благодарны, вы принимаете ситуацию. Вы задумываетесь, зачем мне это нужно. Соответственно, если понимаете глубинный замысел, то, собственно говоря, все вот эти жесткие учителя, они растворяются, и все становится очень хорошо. Вот приблизительно так. Так, ну что? На этом мы потихонечку будем заканчивать. Сейчас Альбина спрашивает. При репосте комментарии с закрытым как быть, Дмитрий? Так, при репосте комментарии с закрытым. Делайте, ставьте комментарии тогда на моей странице. На моей же открытой ставим комментарии у меня. Вот на моем этом. Вот, Ирочка, я укрепилась. Отлично. Ирочка, молодец. И Мария, благодарю, чувствую, что очень интересно было. Я 95% не слышала. Но благодарю вселенную Полину снова и всех, кто позволит мне раздавить радость. Шикарно. Машенька, я рада, что вы с нами. Не слышали, но вот зато с нами. А вот, кстати, могла бы и уйти. А вот эта вот радость, представляете, какую я с нами. Ага, так, а я почему-то почти плачу, Ника. Ну, не знаю, Ника. Берем этим карту. Зачем? По какому причине? По какой причине? Так, извините, запись есть? Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Запись сейчас у нас будет. Итак, друзья мои, до новых встреч. Завтра мы, значит, что самого ценного для себя тоже должны написать. Не только те, кто с репостом, а те и все, которые сегодня получили. У нас есть, у вас есть, у нас есть у всех уникальный шанс выйти. На другой уровень. Вместе с вами я тоже обучаюсь, выхожу на более другой уровень. И я расскажу на первом своем занятии открытом, что стоит за моим курсом на самом деле. И кто прочувствует до этого, у того хорошая интуиция, он, значит, будет именно пользоваться вот этим. Не просто вот этим инструментом, а его ждет гораздо больше. Для базового пакета надо приобрести и карты. Нет, вам ничего не нужно будет. Вам нужно будет, электронные карты вам будут даны. Вам все будет дано. Если вы захотите в реальности купить карты, я потом расскажу, где вам купить. Но в реальности вы сами уже их приобретаете. В принципе, можете приобрести у нас, если хотите. Но это в любом, то есть, это, в принципе, можно у нас, а вообще-то не в принципе. А где хотите, там приобретайте. На самом деле сейчас этого товара очень много в интернете. Так, мои родные, значит, завтра у нас ждет интереснейшее занятие по, значит, сейчас самооценке, поднятии самооценки, собственной ценности. Да, и будет у нас разыгрываться как раз перепост. И когда вы перепостите, напишите свою ценность, что получили, все это вы можете получить в нашем замечательном тренинге. Мы только начинаем, нас ждет великие открытия, великие озарения, осознания. И до новых встреч, завтра встречаемся в 19.00. Всех люблю, всех обнимаю, напишите обязательно, что вы для себя сегодня почерпнули. Это очень важно. Взяли и написали в дневник мудреца. Всех пока, до завтра в 19.00 встречаемся.